Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас есть кому подфейлить, я особенно, потому что мне очень тяжело даются тренировки И вот расписание моим плюс 7 от Москвы часовым поясом, оно дает о себе знать Чувствуешь ли ты ответственность перед партнерами? Стало ли тебе неудобно фейлить? Да ладно Конечно стало неудобно фейлить, потому что это все-таки несет за собой какую-то ответственность Я очень хочу выглядеть хорошо на фоне У меня может и получается, но я это все-таки думаю не очень Вот и каждый фейл сопровождается переживаниями, раздумьями Как вы это все быстрее исправите, это тяжело все-таки по игре Кого из команды ты хотел бы выделить и с кем удовольствием играл в стаки даже в обычных папах? Я бы, наверное, совсем играл в стаки в обычных папах, потому что Ребята у нас как на подбор, веселые, энергичные, куда бы деться Так что всех приглашаем, всех зовем Чего не хватает в вашей команде, чтобы выиграть осенний кубок? Всего не хватает у нас Пока очень свежая, очень сырая, я бы сказал, команда Да? Очень сырая команда, поэтому у нас ни координации никакой толком нету Ни скилла даже личного То есть у нас 4 из 5 игроков просто проседают, мне кажется, сильно по лишнему скиллу Нам нужны тренировки Как можно больше точные действия и слаженность в команде Ну вот на последней мере слаженности в команде Это надо работать в первую очередь, я считаю Потому что идет какая-то по команде такая гнилая жилка все-таки И как бы кто не сгорел с одним местом своим вместе взятым Как в целом тебе участие в проекте, какие переживания вызывают? Переживания очень разные То есть, как я уже говорил, у нас гнилая жилка пошла И вот на фоне этого очень хочется, конечно, слакнуть просто И ливнуть с команды, вот мне лично Потому что это все очень тяжело То есть у меня плюс 7 пояс, часовой Потом тоже я понимаю, что я пока Мне сложно перестроиться от привычного ритма игры в доту То есть не обычные папчики, а все-таки команда игра на определенных полях героев И мне тоже сложно это все как-то на себя применить Вот так вот сразу резко Ну, я думаю, недельки через две это Сегодня, мне кажется, затрется все хорошо Вот Что еще сказать Участие в проекте Ну, если говорить об участии конкретно именно в проекте Больше относя его как к медийному такому Экстерну, экспромту Проект очень нравится на самом деле Интересно Может что-то получиться в дальнейшем Если это все грамотно делать, развивать У меня есть уже несколько идей Каких можно было реализовать на проекте Дабы увеличить какие-то показатели Показатели, скажем так, интересности Вот И Привлечь большую аудиторию И, соответственно, увеличить свою же мотивацию Вот Как-то так Так Так, что еще Под пару слайдов Можно записать Вот От себя добавить, пожалуй, нечего И, пожалуй, все раскрыл вопросов Все, что им переживания И раздумия И Лучше, я думаю, оставлю их на Следующий видео Девник Потому что этот Какой-то Первый Да, собак Устал Какой-то очень Тяжелый И Сложно подобрать слова Ну, еще с камерой поработаю Да И с собакой Собака дрессированная Вообще не хочет Играть на камеру Ну, вот и все Пока, друг Пока, ребята Пока, дота Походу Потому что я ложусь спать Да Пока, друг Пока, дота Потому что я ложусь спать Вот такой вот первый Видеоблог Нашего Одного из участников Это Владимир Дворников Это игрок Которого мы взяли Как мидлейнера Еще, в принципе Одного мидлейнера Потому что у нас два Номинальных Мидлейнера в команде Ну и пока отыгрывает В первый день Отыграл очень здорово У чувака Ник наимлюся Годлайк И Люся Там действительно Была годлайк Не дать, не взять Все на самом деле Было классно Хорошо и интересно В чем там траблы Я не знаю В чем траблы Будем сегодня выяснять Вместе с Иваном В принципе Даже в прямом эфире Но я так Не знаю Какой гнилой жилке Пошла речь И еще раз говорю Владимир единственный Чей видеодневник Я не пересматривал До эфира Не слушал И тут На тебе такая задачка Посмотрим Узнаем Тут скандалы Интриги Расследования Реалити шоу Реалити шоу Все Давайте тогда Перейдем еще На одного Человека И уже будем В общем-то Выдвигаться На матч Потому что Как мне сообщает Команда Все в принципе Уже готовы Готовы Я сейчас тогда Включу вам еще Одного персонажа Это Рассудительный Толковый Не очень Искрометный Но при этом Но при этом Со своей Знаете Такой Достаточно Вменяемой Харизмой Приятной Игрок Который выступает На позиции На позиции Саппорта Игрок Под именем Канад Хасов Первый Видео Всем привет Это мой Первый Видеодневник И В этом Видеодневнике Я отвечу На пару Вопросов Касательно Моей Новой Команды Вроде Как она Называется Road to the International Twenty Who Know Who Know Итак Это Займет Буквально Несколько Минут И Первый Вопрос Чем Отличается Игра В новом Составе От Твоей Привычной Доты Которая Была До Проекта И Я хочу Сказать Что Мне Этот Состав Очень Нравится Подчеркнул Б Некоторых Личностей Которые Очень Хорошо Отыгрывают По Моему Мнению Этот Состав Отличается Очень Сильно От То Что Было Раньше И Я бы Хотел Сказать Что Раньше Я Не Играл В состав Подобного Уровня То есть Раньше Всегда В моей Команде Были Люди Которые По Скилу По Личному Скилу На Моем Или Ниже Уровня И Мне Приходилось Порой Самому Объяснять Им Что Делать И Как Буквально До мелочей Говорить Какие артефакты Собирать Но Теперь Я Чувствую Что Уже Играю Команде Другого Уровня И Наверное Да И Наверное Мне Придется Перевоспитывать Свою Игру И Начинать Адаптироваться К Более Разумному Составу Так Сказать Так Второй Вопрос Чувствуешь Ли ты Ответственность Перед Партнерами Стало Тебе Неудобно Фейлить Так Чувствую Ответственность Стараюсь Более Концентрированно Играть Стараюсь Не подводить Но Порой Человеческий Фактор Говорит Своё И Бывает Что Я делаю Ошибки Но Это Фиксится Опытом И Мои Тиммейты Уже Примерно Знают Мои ошибки Типичные И Стараются Помочь Мне С ними Так И Четвёртый Вопрос А Третий Вопрос Кого Из команды Ты мог Бы Выделить И С кем Бы С удовольствием Играл В стаки Даже В обычных Пабах Ну Очень Сильно Мне Нравится Как Игрок Влад Керри С ним Я Играл Сколько Мог Бы А Про Остальных Я Ещё Не Могу Сказать Потому Что Я С ними Не Так Уж И Своём Антимаги Или Сларки Это Бесподобно Так Пятый Вопрос А Четвёртый Вопрос Чего Не хватает Вашей Команде Чтобы Выиграть Осенний Кубок На Я думаю По личному Скиллу Наша Команда Может Победить Этот Турнир Хорошего Уровня И Буквально Не хватает Наигранности Наигранности Ещё раз Наигранности Просто Нужно Обсудить Пару моментов Которые У нас В команде То есть У нас Очень Хороший Капитан Который Драфтит Очень На уровне Но Нам Нужно Научиться Научиться Пользоваться Тем Что он нам Даёт То есть По моему Мнению У некоторых Людей Скилла Не хватает Под его Разумные Пики И До того Как мы Начнём С ним Использовать Его Стратегию Мы Должны Сперва Это Потестить И узнать Положительные И отрицательные Стороны Этого Пика Но Он Очень Хороший Пикер Почти В команде Нету Изъяна Только Нехватка Опыта Потому Что Ещё Мы Не наиграны Это всего лишь второй день И всё На этом вопросе Я кажется Закончил Пятый вопрос Как В целом Тебе Участие В проекте Какие Какие переживания Вызывает В целом Неплохо Переживания Только Насчёт Своего Эго Когда Фейлишь И тебя Начинает Не доверять Тебе Так Ответим На эту Я думаю Я ответил На этот вопрос Пятый Шестой Вопрос Любой от себя Что хочешь Высказать Я хочу высказать Что Команда хорошая Она ещё не показывала Своих плохих сторон Но Мне бы не хотелось Видеть некоторые аспекты В этой команде То есть Мне бы не хотелось Видеть Дискриминацию По Личному Скиллу То есть У всех Свой личный Скилл И дискриминацию Я бы ни в коем случае Не хотел видеть По отношению Ко мне Конечно В первую очередь И по отношению К другим То есть Я знаю Что у многих Людей Превышено Эго И они Думают Хотя они Играют лучше Они думают Что они Супер Пупер И при этом Не учитывают Как себя чувствуют Другие Кто Хуже И намного Их играет Вместо того Чтобы Поддержать Людей Они Топят Их Но В этой команде Я пока этого не наблюдал Но Это Я бы Сказал Это слова Напутствия И Не хотел бы Чтобы такое Произошло В будущем Так И всё Спасибо всем Кто меня слушал Это был Канат Хасанов Игрокам ТВ И я поддерживаю это Вот такой вот Канат Хасанов На самом деле В положение Складывается Что очень Позитивный человек Я смотрю Достаточно Рассудительно Ведёт себя Вроде Даже несмотря На возраст Ему реально 17 лет Ведёт себя Как взрослый человек Абсолютно адекватно Оценивает Скилл Абсолютно адекватно Оценивает Скилл Своей команды Получается Всё у него В принципе Неплохо И Я видел Первый матч Ребят Тренировочный И прогресс Случился Через Через Сколько Через наверное Пол игровых дня Случился прогресс И уже в понедельник Канат 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 Отжигал Отжигал Крутейшим образом Запомнилась Вторая игра Где он Скоря с маги Творил Достаточно Крутые Вещи Сейвил Своих Тиммейтов Сейвил Своего Керри Постоянно Сейвил Люсю Гадлай Который Залазил Далеко На Квапе Короче говоря По моему Очень такой Положительный Позитивный персонаж И капитан команды Ваня С которым Вы немножко Позже познакомитесь В формате Видеодневника Сегодня же Но После этой игры Тоже Выделял Канат Достаточно Интересную Личность И человека С которым Можно не только Играть Но можно и дружить Короче говоря Супер ламповая Атмосфера Супер ламповая Тима Я проверяю Что там есть У нас пока Ждем 10 Игрока В лобби Я тогда Подключу Своего товарища И поговорю С ним В прямом эфире Это Иван Команды Отчасти Привет Ваня Привет Привет Если можешь Покажись нам Пожалуйста Секундочку Там Подключился Еще один игрок Ваня привет Тебя как слышно А ну-ка Поговори со мной Должно быть Смешно Достаточно хорошо Я на это надеюсь Тебя слышно Достаточно хорошо Но я бы на твоем месте Говорил чуть-чуть Погромче Или может я наушники Просто переодену И буду слышать тебя Получше Расскажи как Тренировка прошла Вчерашняя Сегодняшняя Что вообще там Интересного Так ты рассказывай Я пока наушники Подключу Значит Тренировка прошла Достаточно интересно Очень сильно Отличалась От игры Которую ребята Показали в понедельник Как я и говорил Что Главное Чтобы они не Расслабились Но Этого не произошло Произошло то Что произошло На тренировках Да я слушаю Они Достаточно сильно Просели Но я думаю Это был хороший Для них урок Хорошая практика То вынесли Сегодня Потренировались Так Один на один Каждый поиграл ММР Поэтому Будет видно Игра покажет Насколько Хорошо Ребята Подготовились Главное Чтоб не нервничали Окей И Не переживали Ну Это хорошо Если прогресс Есть Это хорошо Кстати Прогресс Был еще в понедельник Лицо Поэтому Сегодня интересно Кстати Скажи мне Что за соперники Ребята Соперники Ну Я их Если честно Не знаю Ну Страшные они Вообще Нет Неплохого Уровня Должны быть Получше Чем в понедельник Да Куда лучше Посильнее Куда уже лучше Есть куда стремиться Ну В принципе Ребята готовы Да Давайте начинать Наверное Ты там Мастер лобби Поехали Поехали Конечно Поехали Что Ребятам Удачи В принципе Да Что еще пожелать Сейчас давай Наверное Переключусь На их Скайп Да никуда Я не переключусь Все Возобновляем Звонок Давай Не получилось У ней там Скайп Работает По своему Думаю Здорово Что не получилось Вдруг Кто-то палит Стрим Сейчас там Я думаю Идет Точно А там Пудж Пудж Квапа Квапа Пудж Не палим Страту Вообще Страты Интересные Были Или По Классической Мете Двигаются Нет Я не скажу Что они Двигаются По Классической Мете В плане Своё Видение Игры Брал Достаточно Непростых Героев Для Ребят Посмотрим Думаю Они сегодня Зайдут И Сами Всё Увидите По Пикам Тебя Что-то Удивило На Тренировках Меня Да Тебя Тебя Можно Ещё Удивить В Доте Чем-то В принципе Нет Наверное Ладно Ничто Меня Не Удивило Всё Было Достаточно Другой Стиль Ивана Ну и Славно Ну что Давай Тогда Я на Доту Переключу Трансляцию И будем Стиль Ивана Уже Обсуждать Внутри Всё Ребята У нас Первый Отчётный Матч Сегодняшнего Дня Игра Будет В формате Best of 2 До Да Непонятно В идеале Конечно До Двух Побед Но Best of 2 Может и Ничья Быть Всё Ребята Пожелаем Удачи Поехали Прямо В Доту Иван До До Ольга Думаю Думаю Ребята Опять будут Пробовать Задоминировать На ранней Стадии Кстати Соперник Сам забанил Ундуинга Достаточно Неприятного Персонажа Ундуинга Ундуинга Ну и Спиритбрейкер Сразу же Баном Отру От The International 2020 Надеюсь Люся Годлайк Сегодня Продемонстрирует Всё Своё Мастерство Задоминирует Мид Унизит Затем Всех Всех Кого только Можно Унизить Слушай Это не очень Касается Конкретно Пиков Но не могу У тебя Не спросить Люся Годлайк В своём Подкасте В своём Видеодневнике Сказал Что там В команде Чего-то Там появилась Какая-то Гнилая Жилка Что это Значит Что это За Скандалы Интриги Расследования Что происходит Ты был В скайпе Там Срач Был Ну Каких-то Конфликтов Особо Не было Никто Никого Не обижает Не знаю Были Рабочие Моменты Не знаю Вроде Никто Не обиделся Но Пересмотрю Потом Трансляцию Пересмотрю Этот Дневник И Конечно С ребятами Поговорим Будем Решать Все вопросы Все проблемы Которые Вызникают Понятно 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 Ну Это не страшно На самом деле Дота Это эмоции Так что Мы в любом случае К этому Шли Ну что Попник вам Darkseer И Queen of Pain Командра от The International Если есть Darkseer Я так понимаю Мы можем ждать И Bounty Hunter Посмотрим Здесь ребята Берут Героев С рейндж-атакой Баунти Они все-таки Брали против Четверых Мили Чтобы Можно было Спокойненько Харасить И мешать им Стоять на линии Видим Клопо Для мобильности Для достаточно Сильного Мида Клопо Они тренировали Ну и прокаст Под Darkseer Под стяжку Там очень прилично Геро Забанили Нет Геро Не забанили Я думаю Мы и Геро Можем здесь увидеть Кстати Антимаг Банец Вот Ватуза Интернешнл И кстати Забанили Еще и Шадоу Финда И Темплар Осасин Как они сильно Боятся Мидера Два бана на Мид И Вайпер Вместе с Брудмазер Улетает в бан Ох Ты помнишь Вообще Такого героя Дед Профет Мы только что Играли Я был Играл за Дед Профет Как раз Тренировались Ну посмотрим Что из этого Вынес Наш Мидер Что из этого Вынесла Люся Годлайк А кем Играл он Против Профетки Паком Паком Игровым Паком И не загнобил Ты хоть Мы не будем Все рассказывать Не могу Знать Ладно 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 Нет Этот Правда На самом деле Меня мало Касается Так Ну что Дед Профет Виномансер Уже по моему Рассказ Крутейший Достаточно Сильная тоже Комбо бомба У них Ульты верные Ульт Виномансера И Дед Профет Все это может Нехило так накрыть Ну и естественно Мы сейчас Рассматриваем С тобой Идеальные Условия Это когда В ульт Виверны Попали Пятеро И их Там всех Убило Ну так же Можем Сказать Что Под ульт Очень сильный Аое Прокаст Берут Ребятам Феникс И вивер Еще и Огрмаг Забирает Рот У меня По Команде Которая Задайр Играет Тут еще Есть В принципе Наблюдение Вот Дед Профет Я думаю Что она Как и Разор В пачке С Виверной Очень Имбово Может смотреться Я думаю Ты помнишь Когда Разор Включал Свой ульт Становился На хайграунд С аганимом И просто Под Колбой От Винтер Виверной Сносил Центральную линию Это делалось Элементарно И нифига С ним нельзя было Сделать Я думаю С Профеткой Тоже Эти трюки Вполне Возможны Под экзорцизмом Стой себе Вытанковывай Ну Здесь есть Магический прокаст В принципе Ну После прокаста Вот Таким и занимаются Дед Профет Не самый толстый Персонаж Так сказать Ну если Естественно Он не собирается Не собирается Какую нибудь Шиву Тараску А она ведь собирает А она ведь Собирает Эти артефакты Здесь очень много Будет зависеть От лайнинга Ведь Если ей не дать Бустануться В начале То Затем По игре Ей может быть Очень тяжело Хотя Несомненно Ульт у нее Сильный Тем более Его подняли Сейчас На первом уровне Больше духов Летает Так что Достаточно Сильный герой Нельзя его Недооценить Да Никоим образом Мне вообще нравится Пик Команды Дайер Мне конечно нравится Пик нашей команды Но и Дайер Мне нравится Не мнутся Не выбирают Стандартных героев Дез Профет Которую Забыли И забили Наверное Даже на нее Феникс Который тоже Нечастый гость Веники В интервьюер А Веник что Веник фармит что ли Или саппортит Веник может В харду пойти Может Может Феникс В харду пойти Веник может Мид пойти Профет Может пойти Изи Да Ох неприятные Наверное там с квопой Будет встретиться Например Не знаю Ну ребята так Скорее всего взяли Я думаю для Медлейна Дарксир Это сложная Угрмак Вивер Это 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 мы увидим Кстати сейчас Быстростреляющие Товара Насколько я понимаю Ничего неинтересно Кто будет играть На Вивере Ну и Абадон Пятый последний Герой Абадон Посмотри как будут Цевить Профетку Просто мне кажется Всем и Феникс Будет тоже дуть Профетку Почему то мне тут Видится Такой One Man Dota И Верна Игра на Дед Профет Да И все Посмотрим И Феникс Хилит Сан Рэм Ну Круто Круто Если так Было Конечно Хотя Такие комбинации Знаешь В одного героя Легко ломаются Смерть у этого Самого героя Поэтому Ну я в принципе О том же и говорил Что Главное Вначале Не нафидить Захватить Инициативу То что им необходимо Чтобы ребят Почувствовали себя Уверенно На карте И тогда у них Все получится Ну и еще один Пик ватру Туз Интернешнл Еще один Саппорт Требуется Наверное Даже какой-то Роумище Саппорт Может все тот же Баунти Его не забанили Его не забанили Ну думаю Баунти здесь Слишком быстро Может так езжать Много лет Про кастер Да Он не самый Жирный парень Ну что Надеемся на Ваню Я вот пока Мы сидим Обсуждаем пики Все смотрю На Дез Профет И у меня даже Вопросов не возникает Настоящая у нее Грудь или Ненастоящая Она у нее Посмотри Насколько Ненастоящая Она просто двигается Вместе с тканью Которая якобы У нее вещи Она просто двигается Да две разные плоскости Как так Как так можно было Прорисовать Вау Как это делается Ладно Это вообще Оф в топ Нарастило себе Я подон сидит Почему мою грудь Никто не обсуждает Мои глаза Сальсо Вот так вот Кастуйте Ребята Старту Или Кастуй Ну и давайте Я по героям Сразу У меня Прошлый В прошлый выпуск Фейлы были Меня выбрасывало Когда я назвал имена Раст играет на Дарксири Люсо Бедлайк Это Пин оф Пейн Кидар Это Угар Мак Вивер Это Юникорн И Борс Играет на Сайленс Канат Влад В общем по именам Узнаем чуть попозже Ну че Меня сразу выбрасило Меня сразу же выбрасило Ну ты не один Так же у нас откинуло Каната Классно И походу меня Трэш и угар Просто происходит Дичайший Ну жду Так вроде все пофиксили А не 29-го и 30-го Загрузить обновления Какие обновления Дота ты че У тебя тоже обновления Нет у меня Я в доте уже Может в этом и есть проблема У меня 55 мегабайт Обновление грузится По моему ты вообще не зайдешь сейчас Или я не знаю Ну я вроде же захожу уже в доту Заходи заходи Я вернусь Сейчас написано еще 3 секунды Я не верю стиму Ну история конечно очень неприятная Это дота накаляет Не вернулся еще до сих пор канат Ну видимо у него тоже скачиваются какие-то обновления Ну видишь дота это истинная девушка Она никогда не может начаться вовремя Постоянно опаздывает И не говори Долго собирается Думает что же надеть А потом вот раз и дарит тебе Пять с половиной миллионов Ну если бы она мне подарила Пять с половиной миллионов Что за фигня У меня загрузилось одно обновление Начало загружаться другое А теперь наоборот регресс у тебя загружается Чтобы удалить старое Сначала грузишь в одну сторону Потом в другую Все Ну канат молчит Канна-каната пока нет В игре Сейчас посмотрим А нет не каната Канат на месте Это Манчестер нет В составе команды Дайо Значит канат уже реконектнулся Ну меня опять выбрасывают Что это значит Рей Страх Индекс Понятия не имею Что это значит Может вообще Ну пока Реконектится у меня компьютер Быстрее Я зайду еще раз Печальная история Ребят в понедельник Та же история была И выкидывала По моему По три или по четыре раза За матч Это обычный лобби И я не могу элементарно В него зайти Потому что Потому что Дота так решила за меня Дота опять грузится Да у нас Минус пять Из противоположной команды Вылетели оба Оба все Подключение к сети Дота 2 у них Сегодня уже было такое Нет все в порядке Да я вижу минус пять Мы игру так и не начали Да если не ошибаюсь Нет Нет Может нам с тобой на разные слоты Прыгать комментаторские Я не знаю Может у нас конфликт слотов идет Или еще какие-то ерунды Хотят Вот у меня опять бросил Тебя тоже? Да И ты не эксплитишь Так что дело не в эксплите Ну-ка я вообще все перезапущу Ребята меня видят Да Ребята меня видят Ребята ждем Вариант 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 единственный Ждать и верить Что ты там записываешь на листик Дота кончена Да-да-да Дота я тебя Ну что перезапустил стим Перезапустил стим Я кстати да И заново захожу В доту Ребят ну происходит Не по нашей вине Это совершенно Дота просто конфликтует Почему-то И отказывается Работать нормально Это было в понедельник У меня теперь Это еще и Ваню коснулось Видимо По скайпу Какие-то Проблемы перетекают Ну все у нас вышли Все исчезли Ну я думаю Сейчас Пересоздадим Перезайдем Все исчезли Кстати И пацаны проиграли Ха-ха-ха Все пацаны Слились Ну ладно Первый матч проиграли Ну что надо вытаскивать Вторую Хотя бы Такая катка тяжелая была Ну Эта проблема касается Опять же Ни техники Ни ничего Ни моего интернета Ни интернета Который далеко-далеко На востоку У Ивана Так К сожалению От нас Это не зависит Расскажи мне Еще по Прогрессу Заметил ли ты У конкретных Каких-то лиц Там У того же Каната Или у Никиты Какой-то прогресс На тренировках Был ли он Значит Заметил я прогресс У Ну или так Не прогресс Просто отличие игры То что Маленечко по-другому Стало на карте У нас ориентироваться Канат Стало как-то Более свободно Двигаться Я почему-то Не могу включить Камеру Более свободно Двигаться Да Более свободно Перемещаться По карте Спокойном Меньше Меньше Нервозности В его действиях Но Еще конечно Не идеал Что же делать Нам с этой дотой Как вообще справиться О Я знаю Чем помогу Ну-ка Кто нам поможет Что нам поможет Надо какую-то ритуальную хрень Просто сделать Постучать в губен Давай я здесь Оставлю Пусть стоит Ритуальный губен Хоч какая-то Вообще Хлпа Возможно От него будет Может Крест Тоже не знаешь Во что верить С этой дотой Да У меня приглашение Тебя принял Все Я к тебе прыгать Или создать новый канал Как думаешь Да прыгай ко мне Хотя Попробуй Попробуй создать Новый канал Думаю Дота ТВ Но все равно Нету Поэтому Не суть Важно Все Я создал У нас Два слота Ждем захода Ребят Кто-то еще голос подает во время игры Кроме Ивана Или все Вся координация только на нем Полностью игрок координирует Иван Так Это надеюсь Те кто должны быть Вообще не они Абсолютно А как что Как произошло Так Ну Ваня говорит что Там ребята оторванные Вообще зашли Иван Надо у Ивана спросить Все в порядке Спрашивай Узнавай что там Если там Какие-то конечно Стак Мистеров Дегенератов То Не очень Это интересно А прошлый стак Куда делся Слушай Ребята Иван Иван говорит что Стартуем Ну раз стартуем Значит стартуем Ну окей Я боюсь как бы Неливну Обыскненько Эта команда Но пики Мы с тобой уже научились Анализировать уже Все хорошо Любят писать в чате У аналитика Подъехала У нас аналитика По четыре раза Подъезжает За За Одну Сыгранную Катку А те кто зашли В эту игру Они зашли Просто по имени Да Популярное Какое-то имя У Лобби Я так понимаю Да И они подключились Да и ладно Сейчас наберем Ивана Ну что ребят У нас в принципе все Дота прогрузилась Я тогда начну И подключу Плавный Ивана К Нашему Мачу Ну и Стак Совершенно рандомный Выбал Стак из пятерых Игроков И сейчас начнется У них в CM Начнется И я думаю Будут троллить Саму Трансляцию Ну Это такое дело Андайн первым Отлетает в бан Что за беда У тебя там Да у меня просто Будет тот кайф Понятно Не одно так другое Что-то Наверняка Настигли Абсолютно идентичная Ситуация Андайн идет первым баном И баратром идет вторым Наверное Это Все же Те же самые ребята Ты думаешь Не знаю Долговато тогда все Сидят Как же Кого мы там Банили Как-то Ага Сайленсер Да Офигенус сайленсер Все Баны уже Поехали другие Ну наверное И в пике Мы что-то другое Увидим Вообще Стак со стрима Какой-то залетел Просто отсеялось На пять человек Пошли игра У них был пароль Подожди Да очень странно Это правда те же Ваня Ваня банит Тех же самых Тот же пик Только вот сайленсер Ваня Это не совсем честно И сейчас что будет Веник Дэс Профит Да Феникс Ну надо тогда Я не знаю Кого-то банить Ответ Ну знаешь Ваня не ищет Легких путей Он может и оставить Все так как есть Может комбинация Нормальная Функциональная Поэтому Возьмут себе Просто керри Другого Ну глянем Давай Как будто это Как будто это Новый матч Совершенно Ну я не знаю Кого же они забанят Забанят ли они Овермага Или Вивера Не знаю Это было бы Сверх тупо Нет Дезератор Может просто Совпадение Убирает то Что может Закрыть Рты Кастером Сайвенсер И Дезераптор Действительно Просто На одну и ту же функцию Ну да Дезераптор Саганимом Считаю Что Дум В команде Смотри Ваня банит Антимага И при этом Пикает Вивера Просто не хочет Отдавать Антимага Или он Угрозу Виверу Видит За счет Антимага Антимага Тоже Тоже да Не шуточка Да и вообще Антимага Он сам по себе Чтоб не бегать за ним По карте Просто В принципе да Блад Секер тоже Улетает в баню Та же история Абсолютно Как и в первом бане Кто-то еще Кто там Кто там пятый Вот так вот Лину взяли Вместо Угромага А там Шейкер Сошел Что Вивер Не Вивер Яри нет Я не думаю Что Лина Сейчас будет У нас Керри Использоваться Ну Лина Думаю Пойдет В саппорты Мне тоже кажется Время Керри Уже Отгремело Для этого персонажа Дэмэдж Понизили Убивать Не так просто Давать Много Денег Ну Корапира Решает Вопрос С дэмэджем Денег Все равно Денег Больше У нее Не появляется Огармаг Так что Обломались Да Нет Но еще Еще есть Еще есть Шанс Но Мы с нашей Аналитикой Можем И подарить Вообще Огармаг Керри Сейчас Огармаг Давно Его не ведем На самом деле В доте Вопрос Когда именно Комментировал Очень давно Огармаг Керри Дарксир Мид Дарксир А нет Дарксир В лес Это адепат Дарксир Нароку С первого Левела Пошел Жечь 5 секунд Ремейт Виндранер Сегодня Канат Кстати Очень Жаловался На этого Персонажа Очень он Ему не нравится В смысле Напрягает Или Типа Да Виндранер Что-то Что-то Нечестное В доте Видимо В каком-то Папчике Попалась Бешеная Верка Видимо Видимо У меня Тоже Кстати Такая Беда Сказать Что Нечестно Нет У меня Как Верка Впротив Это Вот Знаешь Стандартный Интернет Юмор Верной Команди Верной Команди Соперник В моей Команди Верной Отдаешь Емедлейн Отдаешь Легкую Даже Фармить Отдаешь Верка Такой Трешак Происходит Только Соперник Таггер На 12 Минуте Поднеслось И 28 Заканчивает Верка Что я делаю Не так Вообще Со своей Кармой Так Вот Просто У тебя Непроплаченный Аккаунт В этом Все Дело Все Решают Денежки Надо Просто Купить Шлем За 17 К На Кладверка И Все Будет В Порядке Да Ладно Это Что Нет 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 А Ну Расскажи Сейчас Я Найду Как Он Называется Слушай Я Сейчас Я Просто Тест Чув Так Сила Сила Клок 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 Уже Это Вообще Законно 115 Баксов Вижу Нету 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 На торговой площадке нет Нету Ладно Найду Найду покажу Хорошо Но Все Равно Страшновато Немножко Стало Все Возвращаемся в доту Ну и вроде как разобрали Я не буду никого называть Давай там Давай условимся Давай Все Все Будет И так Видно И понятно Просто Не буду называть Ну и что по пику Где тебе кажется Интересней Меня Выбросило Меня тоже Выбросило Но я еще пока Вижу пик Не буду Закрывать доту Интересно С обеих сторон В принципе Равные линии ВР против Квапы Это было у нас На тренировках Думаю Люся Годлайк Должна Задоминировать Что же То такое Это творится В мире В принципе Что ВР Что Квапа Имеют Примерно Одинаковый Равный Дэмэдж И На линии Что одну Что другую Достаточно Сложно Убить То есть Одна Имеет Вендран Может убежать У друга Есть Блинк И В принципе Здесь Все Будет Сводиться К войне Крипстатов И так Игра У нас Идет Ребята Никто Не Отваливается Я Тоже Переподключился Вроде Все В порядке Пока У меня У меня Видимо Трава Со Стартовой Частью У меня Не было Такого Чтоб Меня В середине Выбрасывало Вчера Например В матче Он Переподключился И Переподключился Будем Ждать Надеемся Меня Снова Откинул Я Теперь Примерно Понимаю Чего Мне Ждать Я Думаю Может Быть Зайти Просто На Просмотр Игры Не Через Комментатор Скислот Ну Пока Буду Сидеть А Там Станет Попонятнее Немножко Еще Раз Переподключусь Гитара На Угрмаге Уже Кстати Вельхиора Наказывает На Клинце Просто Набил Немножко Ему Хребет Чтоб Не Было Проблем Ну И По Ростановке Лайна Быстенько Пробежимся Дарксир Вместе С Угрмагом Пока На Топе Но Это Может Быть Недолго Ваня В соло Выжил Против Четверых На Топ Руни Но Его По идее Здесь Уже Не Отпустят Хотя Бежит Бежит Да Он Вообще Без Печали Еще Один Удар Он Просто Развалится Может Кидара Убегать У нас На 16 ХП По Моему Он Утого Стоило Нервишки Потрепал Ты Со мной Уже Подключился Да Все Я Уже Все Видел Это Серч От Дарксира Конечно Не Очень Хорошо Что Пришлось Ему Прокачать Его На Первом Уровне Это Точно Теперь Стоит Терпи Теперь До Второго Уровня Надо Как То Терпеть Не Подставиться Но Вряд ли Стоит Конечно ФБ Отданного Впринципе Что Он Сам На Линии Первая Пачка Не Загоняли Видим Быкует Сильно Ему Самому Будут Серж Сейчас Не Лишним У меня Выбросило Я Захожу Через Просто Визуальный Слот Иначе Давай Тогда Я Перезайду Чтобы Нам Чтобы Видеть Одну Итоже Давай Наверное Сделаем Так Смотрите Грум Ребята Опять Выбросило Выбросило Я Не Переключился Пардон Конечно Но Опять Те же Грабли На которые Невольно Наступаем Попробуем Сейчас Еще раз Зайти Я покину Лобби И Зайду Как Как Обычный Зритель Будем Наблюдать За Игрой Ребят Так Видим Какой-то Жесткий Замес На топе И Наверное Это Будет ФБ От Кидара Или На Кидара Да Именно Так И Произошло ФБ Да Ваню Приняли Печаль Беда 123 Голды Всего Зарабатывает У нас Команда Дайеров Совсем Немного Опыта Ничего Страшного Не Произошло Виверну Хотел Сказать Потрепали А Виверна В лесу Куражится Просто Так Ну и Давайте Я по Линиям Все-таки Назову Кто У нас Где Находится Dark Сирот Команды От Интернешнл Отправился У нас На Сложную Линию Отправился В соло Хотя Идет ему На хелпу Уже Огрмак Мидлейн Отдали Квапи Люся Годлайк На этом Персонаж Отыгрывает Нижняя Линия Легкая За Вивером В роли Керри Это Юникорн Это Влад И Борс Он же Канат Хасанов Играет На линии Ну и Против них На линии Расположились Таким образом Игроки Клинц Отыгрывает На Топе Пока что Стоит Соло На хелпе Здесь есть Шейкер И прилетает Сюда Еще Винтерн Вивер Трепло Отправили Против Дарксира Которому Помогает Толстенький Огрмак Кстати У нас Файт Будет Будет Беда Ловит Фиссуру В итоге У нас Дарксир Хотя Выживать Должен Щиток У него Есть Бесполезняк Абсолютно И Раста Отъехал Ставят Паузу Ребята Неужто У них Тоже Какие То Проблемы Начались Лаги Давай Обсуждать Смотреть Кто У нас Как Формить Ну И Вот Они Проблемы У команды Рот Интернешнл Клопа Идет С счетом 3-0 По Крепам А против Нее Стоит Винд Рейнджер С счетом 19-11 Мы Видим Насколько Сильно Проседает По ХП Клопа Хотя Этого Не должно Происходить Все Это На Тренировках Ну И Винд Рейнджер 19-11 Мать Тиет Тоже Рыжая Наверное Жесть Очень Сильно Перефармливает Перефармливает Она Даже Вивера Стоящего Практически На Фрифарме На Нижней Линии Да ВРка Рукастая Это Видно Это Видно Как бы Эта Проблема В итоге Не Стала Для Нашей Ком Лина Проседает По хп При том Что файтов Как таковых И не было Вивер Пропускает У нас Достаточно Много Крипов Три Крипа Просто Никто Не Мешал Нельзя Проблема В том Что Ты Видишь Он И Сам Стоит Фармит И при Этим Сам Вынужден Хараси Лина У нас Занимается Отводами Просто Тратой Времени Пока Не Могут Понять Феникс Только Подошел Он Разменился По хп С Пришел Фуловый Видимо Откнулся Ой Носок Мага Опять Цепляет И это Виндрейнджер В лесу Команды Дайер Капитан Команды Отъезжает Дайер Отправляется В таверну Это второй раз Уже для него Он слился на ФБ И слился Сейчас Ну и Денежек Уже Нормально 217 Все это В карман Верки Я даже Нетворс Сейчас Посмотрю 2600 Нетворс Против Ближайшего Преследователя Вивера 1700 900 Голды Перефар За 4 минуты Мы видим Полторы тысячи Ведут По голде Дайеры В опыте Тысячи Тысячи Ну Кидара Продолжает Баковать Продолжает Агрессировать Пока Ничем хорошим Это конечно Не заканчивалось И Я боюсь Как бы они В ловушку Собственной агрессии Вспомни понедельник У них была Они из-за Заруба Миникорн Пытается пробить Феникса Но Получается Все на бар Неприятности Чуть было Не догорел И горит Наверное Еще Феникса То есть Сам тоже Не горит Но у Феникса Должно подгорать Ой Не у Феникса Конечно же У Вивера Но Феникс Отправляется Это кстати Какой-никакой Но все-таки плюс Феникс Хотя бы Чуть-чуть Долдут На топе У нас Пытались принять Клинкза Но Нет просвета Нет фрагов Нету ручек Нет конфеты Или даже так Ну и давайте Наверное Артефакты Какие-то Посмотрим Какие у нас уже У кого образовались Клинкс Идет через Рингов аквилла Есть у него Сол ринг Я думаю Тут мы и медальон Можем увидеть Дизолятор Вполне может быть Полупрофессиональная Дота Я думаю Будет Аршид У Клинкза Почему? Позволь узнать Забирать Того же Вивера Пока у него Нет линки Чтобы не было Никаких Инвизов Никаких Таймлапсов Прыгает у нас Кстати Люся Годлайк Прямо на Виндрэнджер Ну и через Виндран По быстренькому Свалит 2-1 Виндран Сейбовый вариант Все в пауэршот Но это и на фарме Отражается 39 на 22 Крипстат у ВРК ВРК по Крипстату Вообще равных себе не имеет Ну и Феникса Развалили Также в пользу Аршида Лину Ну в общем Кого-то Соло фраги делать Какие-то на карте Он с этим Аршидом Сможет легко Ту же клапу ловить В общем есть кого заткнуть Не будет лишним Сказал Фразу что Вивера Бить пока у него нет линки Тут знаешь такая Получается ситуация Бить Вивера Аршидом пока у него нет линки Чтобы у него в принципе Не было линки Вообще Конечно печально Именно так Ну то что кстати Фраг отыграли Достаточно хорошо И то что его сделал Вивер Вообще отлично Я так понимаю Он его вообще в соло Там делал этот фраг Ну опять опять начали Играться Нет нет не в соло Там очень сильно борс просел Тогда Горела Лина И Лина на Ну на двухстах Хп так какие там 200 Хп 50 Смотрим гангбанг Здесь кто кого гангает Непонятно Вот Виверна уже видит Ваню Нормально подстанели Ну опять же выживает Верка Верка выживает Люсю подцепили Гитара опять в таверну Люсю гадлайк Пауэршотом подрезал И через 2 секунды Еще один пауэршот Просто за Вивером наблюдаем Люсю гадлайк К чертовой бабушке Вообще бежать отсюда Нахрен Нахрен Ну и Вивер у нас Отъехал на нижнем Лайне От кого? От кого? От кого? От кого? Я не понял Подожди Вивер умер Хотя получает 311 Золото А Нет 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 Умер Все таки от Феникса Соло Этого нехорошо Сейчас Видим что Феникс Восьмого уровня В то время как Квапа На миде Имеет только шестой Да и Квапу Не привязали Но под ДД Очень сильно достается Люси бедлайк Как же просел Эраста у нас На Дарксире Был буквально На волоске от смерти Заметь По всей карте напрягают По всей Я прям даже не успел Заметить Как убили Феникса Вновь Я на медлайне смотрю Как Люсю разваливают И Кидаров тоже разваливают Ну и клинг спрю У Виндрэнджер Ну там фазы Там талисман И дабл дамедж Да Так какая реализация Дабл дамеджа Двоих убило Троих покалечило Ну дабл дамеджа Дабл килл Дабл дамедж Лучше чтобы не брать Трипл дамедж Какой нибудь Круно Когда выпалит Ну да Вивер купил себе Рецепт на брасе Вообще приобрел себе Наконец-то брасе Ну это Тревожный звонок Что же Будут придумывать Наши ребята Очень интересно Как будут выходить Из данной ситуации Нету Левелов На ключевых героях То есть нету Шестого левела У Дарксира Нету Шестого левела У Саппорта У Лины И у Лагуна Блэйт Нормально так заезжает Ну и Печально Что у Вивера Всего 41 крип Нету артефактов Ну и Клинца видят А Клинц Понятия не имеет Что его видят Да Как я и говорил Будет через аршив Походить У него уже появился Один обливион став У Клинца Ну и дальше Продолжает Кстати Вивера Напрягать Не может подойти Мало того Что здесь Феникс Здесь еще и Шейкер Фиссура Фиссура Шейкера Притом Шейкера Не видят Не знают Что он здесь И вот Не перепаковать Быть здесь Да Юникорно Поймать Хотя бы Хотя бы Фиссуру Хотя бы Фиссуру Поймать И с тем количеством ХП Который у него есть Конечно Полная печать Ну и Ригена Кстати Сейчас практически Нет 1.3 Нет с собой Веточек Короче говоря Пока стой Кстати Десятая минута Опять же Можно пройтись По Крипстату То есть 24 крипа У нас У Мидера Если сравнивать С предыдущими играми Этот показатель У него падает От игры К игре В десятой минуте Все Меньше и меньше Крипов Он начинает добивать Но надо должной Верке Не слабая Совершенно 62 на 23 Стоит отметить Сколько За Денайл То есть Верку Убила 86 Привязочка На Мидлейне Люся Годлайк Я прости Перебил тебя Просто через Крипа Привязывает Люсю Годлайк На Мидлейне И бьет Отличная игра Вроде все так просто И при этом Далеко не все так делают Тем более В пабах У нас Непрофессиональный Турнир У нас Аматоры Играют Но По левелу Очень приличные Видим Клинкс Также добил 66 на 9 То есть А Вивер В принципе Добил только 66 крипов Из них 50 Вражеских И 16 Своих Помнишь Я говорил тебе Про ранить Даггер На Верке Этот Даггер Появился Минуту назад И уже Даблкил У нас Твер За последнюю Минуту Ох Ты бы видел Что с Убермагом На Мидлейне Сотворили Еще одна Привязка Люся Годлайк Лоу Хэпэшный Люся Годлайк Отличная реализация Даггера Купил И сразу Поехал Нет Не будут Виссура пошла У нас от шейкера Верка Верка Фулова Икс Сейчас Тавр Ее будет бить Она под фокус Файер Кидарен Настреливает Прыжок На Даггере И где же Ты верочка Верка Не туда прыгну Психануло Немного Ой Ну этот фраг Надо делать Отличная Отличная Игра От Ивана Прожал пыль Успел Клацкнуть Даггер Да и стики Тут Подприжал Немножко Короче говоря Да Повезло Ну и за этот За этот Килл Сколько 317 При трех Смертях Ну хоть Какой-то Плюс Конечно По галде Проседают Очень Неприятно 13 минута 6000 В проигрыше Командору Туз Интернешнл И Эксперенция Тоже более Пяти В пользу Коллектива Даггер Ну вот сейчас Кстати Чуть-чуть Отыграли Они Где-то 500 монет Наверное Это неплохо Это неплохо Тут знаешь С моральной точки зрения Представь Насколько Дезморалит Когда вы идете 11.0 АВР Вашего Мидера Просто уничтожила И у нее Есть ключевые Артефакты А у Квапы Нет ключевых Артефактов 2.1 Идет Керри Команды RTTI Кстати Где он Там А вот он Кстат Видит его Клинкс Сура Просвет Нет Здесь Не знаю Таймлэб 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 Эхо Слэм В никуда Алюса Годлайк Кричи На ней Не Не В никуда Он пробил Его Все Таки Но Этого Недостаточно Эхо Слэм Достало Да Все Таким Мне Базалось Что Не Достало Ладно Ладно И Дарксир В это время Винтер Виверна У нас Забирает Это все На топе У нас Замес Продолжается Здесь Кидар Алух Ипшный Фокус Файер На нем Он думал Что его Не видно А его Было Видно Ну да И Из-за Из-за Крипов Вижен Был Отличная Фиссура От Шейкера Спас Отличная Для нашей Команды Спас Нашего Офлейнера Это Точно Видим Что Совсем Чуть Чуть До Аршида Осталось Кмингзу Буквально Напармить Папа кстати Нарала на Феникса Здесь Внизу Ну И Феникс Фениксан Здесь Один Юникорн Будет Бить Это Яичко И Разбивает Разбивает За счет Таймлэкс Под Виверна За счет Джимни Джимнин Катак Смог Он Разбить Ее Да 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 Люся То Не Люся Канат В это Время Отъехал У нас Канат Все Таки Не Выжил Тут Все Таки Можно Было Был бы Поразвернуться Если бы Больше Опыта И Помочь Тиммейта Ну Кидара Привязывают На собственном Секретшопе Убить Не Убьют Но Ранить Точно Ну Ты Знаешь Если Дарксир Дарксир Не побежит Его Сэвить И Вот Что Будет Разно Должен Должен Ай 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 И Квапа Сюда Стягивается И Уникор Сюда Стягивается Стоит Отметить Игру Ираста В этой Ситуации Он Даже Не Попробовал Побежать Навстречу К своим Тиммейтам Вот А будь Он Там Они Бы Забрали Эту Да Стягивая И Забили Б Ее Просто Не Знаем Тупым Каким-то Предметом По голове Несколько Ударов Пять Человек Одного Нет-нет Да и Развалит Я уже Привычный Говорю На стримах Одного Нет-нет Да и Да Что Забрали Тауэр На топе Но Придется Отдать Тауэр Внизу Так как Нету Телепортов У них Еще один Мейн артефакт Кстати Появился Клинц Уже По-моему Полминуты Как с Оркидом Бегает Но Пока Он еще Ни разу Его не реализовал Смотрим На миди Верочка В засаде Прыжок И Это Слух Это можно Таймлапс Есть Таймлапс Есть Можно и подраться Кстати Ну Мне не очень Нравится На самом деле Вот такая Раскачка Конечно Не зануда Но Джиммейт Атак Когда у тебя Есть Сворм Крутой Не знаю Стоило ли В приоритете Джиммейт Атак Возносить Для фарма Это особенно Онлайн Не помогает В файтах Без артефактов Тоже Не особо Помогает И Думаю Сейчас Реализация Орхида Первая Именно Нахватался Именно так Это должно Все выглядеть Как Банны провязал Но бежать В принципе Некуда Пока нет Ленки А ленкой Пока и не пахнет В общем-то Он закупился Такими Полубомжевыми Артефактами Но под завязку Вивер закупился И Бент Овенскин Купил Это значит Что Наверное Будет Ленку Заметь Не будет Вивер собирать Я понимаю Да Походу Он Соберет Банту Чтобы Скидывать Арши Ну это Такое На самом деле Если Виверно Еще Если Тебя Привязали И То ты уже вряд ли Что ты успеешь Нажать Такой ситуации Серьезная Придильщица Вязальщица Верка Я вижу Все Все Хорошо И сам скилл Хороший И пропирает Ее частично По моему По моему Уже Готовая Мепка Кстати Уэраста 16 минута 17 Кстати Вот смотри За 6 минут Наш Наш керри Добил всего 16 крипов То есть На 10 минуте У него было 50 крипов Убитых Сейчас 66 В то время Зато Он умер Два раза В то время Как Клинкс И Подфармил Вышел на первое место Хотя шел он После вэрочки И Еще и фраги Сделал То есть По Общей Ценности Клинкс У нас Сейчас на первом месте 8100 У него Нетворс Уникорн Движется На третьем месте 5355 И 2000 Его отделяет От второго места Ну и Канада поймали Оркит висит на нем Канад должен догорать Без контактный бой Это точно Верка вообще не останавливается Привязка есть Кидара привязали Под фокус фаером Конечно же У него есть ДТ Конечно Проплаченный аккаунт Нормально ДД постоянно Куда ни ткни Везде в эрки Это как в свое время Смайл постоянно угадывал Где появится руна Когда руны появлялись Еще по одной Если Кто-то помнит Эти времена И Смайл Кроме тебя думаешь На нижней Еще один Ты видишь да Что происходит Ну опять же Это дикий недофар И ничего с ним не поделаешь Кто к вопе помешал нафармить Да никто Руки Скорее всего руки Ну Канат в своем видеодневнике Обращался и просил Не хейтить Никого по личному Нет ни коим образом Я говорю О личном скилее Он Он Такой Над которым Надо работать Безусловно Наверху В свою очередь У нас отъезжает Дарксир Который раз уже Кстати Дарксир Отъезжает всего Второй раз Коффлейнеру Коффлейнеру Претензий Здесь Немного Я кстати Я же их Идите Не могу Они же Все как дети Или Кстати На сорки Ловят И по-моему Уже не выживает После орки Так и есть Он не переживает Действия данного С пыла И Бафы Как его назвать Правильно Вообще говоря Не хватает Ни хп Ни невозможности Смотрю Все что Можно было Сделать Он сделал Барабаны Собрал А пт У него На силу Ну Хп Просто Не хватает Причем Катастрофически Не хватает Шейкер Пытается Доформить Себе Свой даггер Кстати Фионикс Собрал Мидос На случай Если игра затянется Думаю Ему пригодится Но Вряд ли Вряд ли Настанет тот случай Что эта игра затянется Как думаешь Сейчас канат Насколько подтвердилось Все это ВР Имба Это не персонаж Это просто смерть 9-0 Думаю Что канат Не доработал Маленечко На линии Ай Вот эта стенка Вот эта стяжка Не дошел Раз Тогда Сожгли Виверну Конечно Но стена Была В принципе Просто Потрачена В никуда Я представляю Знаешь Если бы Командный Чат Послушайте Канат Сидит И они Просто Пикают ВР И он Говорит Ребята Что мы В принципе Теперь Можем Сделать Я Я Ливаю Сразу Не Ливаю Но Ребят Ну Внизу Смотрим Опять умирает Люся Люся Глянь Хоровод Вокруг Опа Ушел Ушел Люся Прошу прощения Наговорил Наговорил На него Что Он Помрет Но Живчик Живчик Оказался Видел эту скорость Бега вокруг Ёлок Так У нас Феникса Кстати Разбирают Ой Пошел Файт Кто Кого Еще Разбирал Феникс У нас В итоге Феникс Сан Уходит И Минус Два Делает Команда Дайер Реализация Дайгера От шейкера Да Быстренько Быстренько Все случилось По меркам Нашей команды Так точно 20 минута По меркам Нашей команды Они Достаточно Долго Держатся 20 минут АВР Заметь Не берет Артефактов На демедж Каких-то Серьезных Она Аганим Собирает Она знает Что демедж Будет с руки Она знает Что она Все равно Нет Нет Да и наступит На дабл Демедж Просто мимо Проходя Который Внизу Кстати Лежит Я думаю Мы с тобой Сейчас Только На это Обратили Внимание А ВР Уже На всех парах Должна Туда Бежать Ну я думаю ВР На всех парах Бежит Убивать И У нее Это Получается Да Феник забирает Этот фраг Юникорд Прилетает Половина ХП Просто За один Пауэршот Который Сразу же После КЦП Влетает ему В лицо Но Тяжело Очень Скорим Пополам Он добил 96 Крипов Выформил Собей Яшу Но Это Яша Уже Здесь Ничего Не дает Ему Шугучих У него И так 5-2-2 Скорость Передвижения Сильно Демиджа Этот артефакт Не прибавляет А про выживаемость Я вообще молчу Ну да У него 140 С руки При Пауэртрет Тут кстати Пауэртрет На гиллите Но преступная Уже Какая-то халатность Для вивера Файти У него и так Очень мало ХП Рассказ От одной Наверное Верки Ну и плюс Шейкер Невывозимый Для вивера Совершенно Если клинч Подключается То конечно Проблемы Наступают Моментально 7.23 По галде 14 с копейками Выигрывает Дайра По экспириенсу 12 с лишним Тоже в пользу Очень меня беспокоит Заку плюс И год лайк Из того что есть У него в инвентаре Можно собрать догон Вряд ли наверное Не в смысле Вряд ли Можно собрать догон Безусловно Можно Но это же Это же я не знаю Это же дизмораль Команда Хотя кто знает Сумосбродный парень Сорви голова Так себе Посмотрим Что же он будет собирать Если он дофармит А ты просто Чтобы понять Что собирает Люся Гадлайк Переместись Пожалуйста На базу Команды Рот Туза Интернешнл Глянь Постройку Прямо Перед Двумя Т4 Кто ее Создатель Как она Называется И какой у него Внешний вид Видишь Феникса Почи же Хузика Да А игра не дается Семером все хорошо А игра Не очень пока Ну и клинца Появляется Появляется Айов Скади Кстати По-моему Скади сейчас Работает С включенными стрелами А с включенными стрелами Сейчас работает Абсолютно все Потому что Потому что Потому что Культ просвет Включенные стрелы Просто физический Дэмэдж Они теперь Не уникальный Модификатор Посмотри Тип урона физический Это обычный Плюс 60 К дэмэджу То есть Собранный Что-то собранное Просто бф парень Собрал Да Массовость Не работает А так Все в порядке Да Это просто Да Это причем Где-то Места 4 Наверное Тут Такую Ад Происходит Какой-то Обновый Вышло Так что На него Теперь И дезолятор И отлично Идут Ну Яхо Слэм От шейкера Просто В подарок Командиру От Интернешнл Стяжка Может быть Кстати Под стенку Верка Сама себя Набьет Или нет Ильта Пошла От Квапы Великий Ор Он просто Стыкер Расстреливается От одной Фессуры Все разваливаются От одной Фессуры Просто Всадили Все в этого Кринкза Шейкера Но Они выжили Ну и ничего Квапа еще дерется Папайбэка Раста 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 Как раз у него Айншел Дружище 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 Труп Может быть Ну Кстати Может и убить Все таки Бибера Добить Это только Егис Хотя уже Минус Три Сделали Кстати Есть Есть Гем Заметят Ли его Ребята Валяется Гем Выпал Из Виверны И убивать Надо Феникса Вот кого Действительно Надо разваливать Феникс Лоу ХПшный Ну и Юникор Сам Лоу ХПшный Мультикас Проходит Феникса Минус Четыре Сделали Забрали ВР Или у нее Сбили Аегис Ребята Из РТТИ Совершили Ошибку Не забрав Не забрав Гем Ну и теперь Глянь как За этой Вивер Страдает Давай Расказ Может быть Подножки Задувач 9-8 секунд До Но Борс Борс Не переживет Да Лагуна Блейд Отдыхает Юникор Лоу ХПшный Куда же Ты родной Никуда Уже Крипа Оставил Ты видел Верка Оставила Просто Крипа Добить Нежадный Парень Сразу Ну и все Глянь Пошли Дальше Издеваться Самими Собой Раста Бежит У нас За Веркой Верка Подвин Если не ошибаюсь Нет Верки Демонейдж 3000 На руках 3300 Это может быть МКБ Да МКБ Покупает Себе Да Уже Не все Собраны Манки Кизбар Манку Ставил Кстати Да Собрал Мнивер Ну они Денег По моему Подняли Какое-то Количество Здесь Они Двадцатку Проигрывали До 17 Где-то Тысячи Три В этом Замесе Они Подняли Размен Естественно В их Пользу Потому что Они Проигрывают Невероятно Двадцать тысяч Золото Не знаю Там было Два Байбека Поэтому Не знаю На сколько Там Денег У них Графиком Они На 3000 Поднялись В этом Файде Представь Сколько же Платили За голову Команды Дай Ну с учетом Что Шейкер Умер Первый Раз А Вэйр Еще Не умирала Вэйр Вообще Не умирала Кстати Ну если Посмотреть На Саппортов Команды Дайер То Виверна Все таки Какой то Бомж Все уходит Шейкер У него есть Форстав У него есть Блинк Ну И по моему Это Даблкил Ты видел Как это Случилось Я слышал Звуки Я слышал Звук Привязки И я понимаю Что Никуда уже Никто Нашу команду Отпускать Не Если будет Врематч Конечно Не хороню Но Шансов Минимум Минимум Посмотри Просто На Нетворс Терефарм Колоссальный Пять Первых мест Из них Четыре Игрока Команды Дайер При этом Три в топе И кое-как Юникорн Пытается Формить Формить Но Юмор Да точно Отличный Шекл На нижней линии Кидар У нас Отъезжает Нет Кример Кейп Все равно Отъехал Борс Добивает Просто Юникорна У нас Но это Гудгейм Ребята Решили Дальше Не тянуть Не тянуть В принципе Было Некуда По голде Давай Посмотрим 24 тысячи Золота 20 тысяч Экспириенс Команда Наша Проиграла Сейчас Я узнаю Ребят Смогут Сыграть Еще одну Игру Да Пусть договорятся Со своими Тиммейтами Соперниками Точнее И можем Сыграть Еще один Матч Посмотреть Друзья Пока Здесь Небольшой Разбор Я вам Включу На несколько Секунд Разговор И видеодневник Нашего Капитана Это Иван Бондарев Игрок Который Топовый Считается В данном Коллективе У него Самый Большой ММР И Судя По тому Как он Руководит Игрой И Скилл На очень Приличном Уровне На фоне Остальных Участников Хотя Хотя Конечно Особого Такого Большой Пропасти Нет Но В целом Парень Явно Лидер В данном Коллективе Давайте Посмотрим Его Видеодневник Благ В котором Я рассмотрю Несколько Вопросов Доброго Времени Суток Кто Меня Не знает Якидар И Сегодня Я Запишу Мини Видеоблог В котором Я Рассмотрю Несколько Вопросов И Попутно На них Отвечу В общем Я Теперь Играю В команде Игрокам На позиции Капитана И Там Собственно Вопрос Появился Чем Отличается Игра В новом Составе От моей Привычной Доты Которая Была До проекта Ну Если Честно Ребята До проекта Я Компетитив Я очень часто Менял Ну Как Менял Я Ну Я Не очень Часто Нахожусь На команде Довольно Долго Потому Что Ну Как До предела Знаете Что Сижу Сижу Сидим Сидим Месяц Играем Играем Турниры Играем Что-то Выигрываем Что-то Проигрываем Сидим И потом Понимаем Что Кто-то Уже Не хочет Играть В таком Положении И Все И Расходимся Ну Собственно До проекта Я Как бы Не думал Строить Команду С игроками Такого уровня Разного Как сейчас Но Пока смотрю Истремление Игроков Очень сильно Влияет И мне В принципе Благоволит Вот Чувствую ли Ответственность Перед партнерами Стало ли мне Неудобно Фейлить На самом деле Да Так как у меня Самый высокий ММР И я занял И я занял Позицию капитана Мне как молодому Игроку Очень Бывает порой Нервно Если я буду Ошибаться Перед ними Мне не хочется Никого подводить Из игроков Вот Потому что Я же Показываю На себе пример Желательно Чтобы игроки Видели как надо И шли вперед За мной Кого из команды Я бы мог Выделить Из кем Довольствие И играл бы Даже в стаки В обычных пабах Я бы играл С удовольствием Со всеми В стаки И в обычных Пабах В пабах Можно и друг Против друга Тоже весело Эх Ну вот Действительно На самом деле Я бы смог Выделить Каната Канат звезда Все стараются Типа Все играют Как могут Все хотят Улучшиться Но Мне нравится Именно Не столько Скилловость Даже Каната Его именно Характер С ним бы Я готов был Даже подружиться В реальной жизни Прям дружить Дружить Кого из команды Это уже И ответил Чего не хватает Вашей команды Чтобы выиграть Усенний кубок Наверное Терпимости Игроки Когда мы Что-то разбираем Иногда У некоторых Появляется чувство Что они могут Знать лучше Типа Мы друг друга Выслушиваем И главное Что при этом Придти к какому-то Выводу А не каждый Остался при своем То есть Как-то так Действительно Если мы будем Стараться больше И Больше играть Короче Все делать больше То Осенний кубок Будет наш Как в целом Мне участие На проекте Какие переживания Вызывает Ну На самом деле Пока я еще Не полностью Вкусил Этого Участие На проекте Но мне нравится Вообще Вот этот Сам формат Очень нравится То есть У него Явно Есть будущее Переживание Вызывает Когда За нашей Игрой Будут смотреть Кто-то Из профессиональных Игроков Будут Переживать По поводу Этого Буду Переживать По поводу Своей команды Потому что Если Потому что У меня у всех Игроков В команде Есть потенциал На данный момент Вообще Потенциал Есть у большинства Игроков В Дот И хотелось бы Чтобы игроки После этого проекта Тоже продолжили Как-то Двигаться В направлении В том Котором Им хочется Двигаться Ну На самом Ребят Я пока Точно Вам сказать Не могу Я Не знаю Надо смотреть Надо ожидать Время покажет Но Мы стараемся Я стараюсь По крайней мере Ладно Всем пока А я говорил Без включенного микрофона Да Ребят Мне очень сильно Понравилась Концовка Этого Видео Ваня Сказал Мы стараемся Ребята Стараются Я стараюсь Но пока В контексте Только что Сыгранного матча Конечно Можно понять Эту печаль Правда Это было Немножко Пораньше Немножко Пораньше Записано Ну Первый матч Произошел Совсем Не так Как ожидалось Команда Проиграла И проиграла Потому что Нет Убийц Одно На другое Накладывается В итоге Что мы получаем В итоге мы получаем Игру за 30 минут Проигранную Проигранную Ну Не Медленно В принципе Было понятно Что Было понятно Что Сложно Будет Эту игру Вывести Ну и Ребята Все равно Терпели До последнего Одну линию Потеряли Две линии Потеряли Байбеки Были Размены Были А Пользы Это им Не принесло Игру Они Проигрывают Ну что У нас Второй матч Уже готов Я тогда Созваниваюсь С Иваном И мы Переключаемся На вторую Встречу Иван 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 Можно Где-то И На Ничейку Откатать Хотя А нет Сейчас Другие Соперники Сейчас Другие Соперники Будем Смотреть Как Все Будет Протекать Все Вам Приятного Просмотра Поехали Еще раз Всем привет Пообщался Я с Ребят Я вас Не Слышал Говорите Пообщался Я с Ребятами Сейчас В Скайпе Вот И Как Сказал Ваня Что Вот Этот Парень Леонид В Команде Соперника Дэс И Спарта Очень Жесткий Чувак Лучшая Верка В мире Говорит Или Клопа Говорит С ним Можно Выигрывать Интернешн Серьезно Да То есть Как бы Ничего страшного Не случилось Ну Сейчас Посмотрим Случится Или что Это Не так Как Вот Я Лучший Комментатор В мире Не Не Так Не Такая Инфа Это Инфа Статистическая Объективная У Статистическая Закономерная Не знаю Не знаю Не знаю Ну Наверное Видно Да Было Видно Как он Подизнасиловал Нашего Мидера Как он Подизнасиловал Всю Команду Наверное Там Скиллки Есть Ну Ребята Я знаю Что у нас Не слабые А если С ними Такое Делают Значит По-моему Он Не играл Сейчас Против Наших Ребят Может Быть Даже И так Ну Не знаю Даже Если Это Забава Была Выглядела Она Больнова Ты Зашел Как Зритель Не Из Лобби Нет Сейчас Мы С тобой В Одном Тейминге Хорошо Антимага Забирает Наша Команда И Огрмак Тоже В пике Я Кстати Слушал Видеодневник Каната Ты Наверное Тоже Слышал Если Слушал Ну А может Не успел А И Канат Давал Собственно Положительную Оценку Нашему Керри Юникорну Владу Костенко И Говорил Что С удовольствием Играл бы С ними В пабах Или В каком-то Еще Стаке Потому Что Ему Очень Сильно Импонирует То Как Играет Керри В частности Он выделял Конкретно Антимага И Говорил Что На Антимаге Показывает Просто Расчудесные Чудеса Слышал Я Такой Слышал Я Такую Информацию Они Катали Там Несколько Пабов Вместе И Там Был Антимаг Но Я К сожалению Не Видел Эти Игр Все Так Не Могу Находиться С ними 24 Часа В Сутки А Слушай Леонид Это Не Тот Леонид Сейчас Играет Против Нашей Команды Какой Тот Тот Самый Леонид Который Топ А в той игре Кто был Он же был Нет В той игре Был Кто-то другой К сожалению Не запомнил Его ник Думаю Леонида Ребята Запомнят В этом Стаке Два Сильных Парня Верим И Леонид Игра Как сказал Ваня Будет строиться Именно на них То есть Основной Задачей Наших Ребят Именно Загнобить Двух Этих Парней Чтобы Выиграть Игру И они Это знают Не только Ты Они Это знают Да Они Это знают Мы В них Верим Добеемся Ждем Дез Профита Винтер Виверн Пиком Отъезжает Для команды Дайер И Наши Пока Только Взяли Саппорта И Взяли Уже Уже Взяли Мейнкерри Вт Тоже Симпатично И Смотри По банам Видно Везде Где Одинок Пошел на Мид И Фармит Вайп Вол Полегче Жирненько Жирненько И Мидер Знаешь Ты Такой Недооцененный Как по мне Мидер И Хел По команде Я думаю Тут Вайпер Будет Наверное С меками Есть у него Такой Минус На мой взгляд Как Небольшой Рейнш Атаки Все таки По моему И он Ниже Чем У Дез Профет Ну Если Опять же Если Профетка Будет Его Харасить Будет И Получать Тот же Корзик Скин Вещь полезная Заходит Шейкер Заходит Спирит Брейкер Посмотри У них Одно лицо Кстати На двоих Да Что-то Похоже Только Один Синячил Жестко Другого Желтого Другой Загорал Загорал Или Я думаю Может Какие-то Проблемы Все-таки С печенью Этот Синячил Уже Просто Желтый Просто Он Не Брился Родственник Верки Тоже Не Брившийся Филибрейкер Шейкер Дез Профет И Винтер Ну и Сверху У нас Огрмак Антимак Как они Вообще Уживаются Антимак И Огрмак Ну они Типа В одной Команде Говорит Ладно Так уж и быть Не буду Тебя Убивать Ладно Ты проходишь Все Доктор Просто Доктор Там Никакой Магия Обычная Медицина Кстати Забанили Сигнатурного Клакверка Видимо Прочекали Профиль И что Последние Десять Игр Были Именно На Клакверке От Греха Подальше Ну и ЦК Последний Баном От команды От Зу Интернешн Сайленсер Еще В бане К тому же Осталось Взять Клакверка Осталось Взять Оффлайнера Что-то Я уже Все Запарил Второй Час Ночи Пошел Ну Я думаю Что 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 Энигма Кстати Достаточно Странный Выбор Здесь Очень Много Количества Станов Каких-то Сайленс Есть Тот же Ультриверный Посмотрим Не видел Я Лист Листных Энигм Еще Вообще Не видел Энигма Будет Не Сложная Я думаю Есть Смысл Идти В лес А кто Ж Тогда Пойдет Сложную Линию Триплой Даблой С кем Кто Пойдет Соло Огермак Огермак Ну Ваня В принципе Ну Опять Живание Я не Увер Просто Ваня Допустим Я уверен Что Он Град На Гермаке Здесь Было Видно Что Баланс Некий Он Чувствует Куда Можно Лезть Совать Свои Два Носа Куда Нельзя Совать Не Знаю Насчет Раст У меня Вопрос Как Горит Канат Две Головы Две Ответственности Поэтому Даже Не знаю Что Подумать Ну Энигма Сложную Тоже Нормальная Тема Если Против А Еще Еще Ведь Непонятно Против Кого Может Шейкер Пойти Может Спирит Брейкер Мне кажется Все таки Это будет Спирит Брейкер Сейчас Ребята Возьмут Себе Керри Последним Пиком Да И Если Отправлять В плейнер То непонятно В кого Снаки Будет Стоять Дес Профета Я думаю Скорее Все Мидлей Необсуждаемый Вопрос Вроде Как Неплохой Прокаст У Ребят Но Энигме Нужен Даггер Быстрый А Витч Доктору Нужен Очень Быстрый Аганин И Как Сильно БКБ Необходимо По поводу БКБ Здесь Ну да Чтобы Шейкер Не сбивал Чтоб Не накладывали Сайленс А все остальные В принципе БКБ Пофигу Рубик Рубик Вот так Энигма В ответ На Энигму Леонид Рубика Забирает Посмотри Вот Топлая Я думал Он мидер Номина Верим Играет Теперь Понятно Теперь Понятно Ладно Давайте По героям Сразу Пробежимся Раста Забирает Себе Огрмага Сложную Линию Идет У нас Данный Герой Юникорн Будет Играть На Антимаге Канат Он же Борт Забирает Себе Вич Доктора Мидлейн А глянь Ну я Думаю Это Конечно Просто Не Пикнули Еще Неужели Там Спорят Кто В Мид Пойдет Кидар Разбирает Себе Энигму Саппорт И Вайпер Для Люси Годлайн Здесь Реквием На Виверне Верим На Деспрофете Манчестер Играет На Спирид Брейкере Шейкере Это КДД И Леонид У нас Играет На Рубике Потрепают Ребята Наших Плотненько Я думаю Я Все Ж Рискну И Поставлю На Наших Вообще Не Обсуждается Этот Вопрос Ставим По-любому На Наших Может Немного Конечно Ради Ради Ставочки Лишь бы Нас из Дота Не Вбрасывал С тобой Я думаю Мы Последимся Вообще На этом Проекте Со Спектраторов Вроде Как Не Выкидывает Мне Кажется Нам Поселиться Придется Вообще На Этой Функции Собственный Проект Не Можем В лоби Попасть Что Такое Ну Смотри Достаточно Популярно Четыре Зрителя Целых Есть Да Сидят Смотрят Да Сидят И Смотрят Пожалуйста Да Ребята Пригласили Друзей Чтоб Смотрели Игру И Палили Где Варды Стоят Хэпфан Говорят Желают Друг 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 Удачи Да Как То Не До Фана Против После Прошлого Матча Ну На Сам Деле Настроение В скайпе Было Достаточно Позитивное Не Было Какого Там Упадка Настроения Что Что То В Этому Роде Ну Молодцы С С другой Стороны Опять же Говорили Об Этому Вопрос Никак Меня Вообще Не Будут Напрягать Поражение Ребят На Ранних Стадиях Для Этого Мы Собрали Стак Для Этого У нас Команды Бралась Несыгранная Абсолютно Рандомный Стак Поэтому Поражения Они В принципе Здесь Закономерны Должны Да Никто Не ожидал В принципе Каких-то Побед В первые Игры Ребята Должны Притереться В друг Другу Почувствовать Игру Найти Свою Игру Ну Манчестер В соло Забирает Руну Внизу Ну И все И две Руны Дали И все И уже В преимуществе Графики Сразу Вверх Тотальное Доминирование По графикам Хоть Заканчивая Прямо Сейчас Без Шансов Видим Заблочили Спаумы Что Что Эраста Заблочил Спаум На отводы Что Здесь Ребята Заблочили Будут Стоять Триплой Смотри-ка Рубик Походу Будет Ну Нафига Да Я тебе Серьезно Говорю Я вижу У него Ну Талисман Есть Он Будет Бить Всех И Фармит Уже Один Креп Есть Бор Прокачал Мали Кстати Сейчас Наверное Будет ФБ Дотянется Пейтбол Пейтбол Может 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 13 секунд Повезло Прямо 16 У него Осталось Чуть Чуть Не Добили Не Посмотри Какая Чудовищная Вообще Дает Здесь В первую Очередь Антимага Во-первых Подняли В Терекинез Во-вторых Фиссурой Сверху Дали По голове В-третьих Виверна Даже После Прыжка Замедление Очень Плотно Тут Конечно Неприятно Все Очень Внизу Кстати Видим Противостояние Огармага И Спиритбрейкера Я думаю Здесь Огармаг Должен Забирать Свое Такая Сумо Здесь Просто Битва Тяжеловесов Что Один Что Второй Куча ХП И В миде Противостояние Дает Профет И Вайперам Все Таки Профет Мне Кажется Посильнее На этой Линии Ну И Три Крипа Люся Гадлайк Просто Отдает Таверу Сам Не Добил Причем Не Добил Вайперам С Прокаченным Нейротоксином Не Повезло Это Да Китара Выходит На Руну Слушали Это Руна Добл Демо Отшли Меня Супер Веселее Что Тут У вас На Руне Происходит А Что Я Все Все Я Понял Я Я Пойду И Ушел Некуда Было Деть ХП Решил ХП Подарить Да Дабл Т Самая Популярная Руна У нас В этих Матчах Выпадает Наверное Чаще Всего Ну Китара Пошел Формить Лес В это Время У нас Кстати Юникорн Два Крипа Всего Добил Спирит Брейкер 11 на 2 10 на 2 Леонид Поймали Борзо Фиссура Сразу По нему Ну и Фиссура Вроде Неудачная Но Борзо Отсюда Неудачная Борзо Забирает Ну Юникорн Оу Будет Бить В лед И ломать Себе Золотые Башары Свои Похоже Эта Колба Сколько Маны На нее Надо 75 Я думаю Уже Не хватает Да 1-0 Счет 100 Голды Заработали Игроки Команды Радиент 129 Экспириенс Это все Немного Но По Морали Это Конечно Если Не Бьет Так Критично То Все Равно Где-то Портит Очень Как Неприятно Видеть Крипстаты Потому что Антимаг имеет 4 криппа В то время Как Рубик Рубик Имеет Топовый Крипстат На карте Так же Как и Спиритбрейкер Ну Сейчас Спиритбрейкер Вышел Немного Вперед Ну Это так Формально Удивительно Но Мы прекрасно Понимаем Это Фармящий Герой С хорошим Скиллом Его поставили Его поставили Фармить На Очень Легкой Для него Трипле Товарищи По команде Делают Абсолютно Все Чтобы Фарм Был Поэтому Тут Просто Будем Его Дожидают Не Рубик Назвать А просто Керри Команды Рейти Он Очень Странно Выглядит Очень Странно Одет Как для Керри Странные Скиллы Имеет Как думаешь Во что Собираться Будет Такой Керри Рубик Думаю Даггер Будет Чтобы Догонять Все Остальное Дадут Ему Соперники Дадут Ему Каски Дадут Ему Ну Надеюсь Не дадут Но Все Таки Есть Шанс Дать Блэк Хол По Даггеру Понятно По Даггеру Вопросов Нет Даже Рубик Рубки Саппорт Дальше Что Аганим И Может Быть Что То Да Да Кстати Рубик С Аганимом Представляешь Просто возьмет Да И Вайпер Страйк Заберет Сколько Он этих Вайпер Страйков Раздаст За 2 Минуты И Не Только Еще Он Может И В общем Он Все Что Угодно Может Сорвать И Будет Очень Неприятно Здесь У всех Баф С Аганимом Все Баф С Аганимом Кроме Антимага Вроде Антимага Не Собирается Люся Годлайк Кстати Умирает У нас На мидлайне Каски Пошли От Борза Но Продолжает Экзорцизм Летать Борз Не Слишком Лето Борз Слишком Даблкил Три Фрага Очень Быстро Зарабатывает Себе Профет Забрала Она Ивана В лесу Кидара И Даблкил Сделал В миде Это даже Не даблкил Это был Дабл подарок Я не понял С какой целью Остановился Все таки Вайпер И решил Под тавром Пускай по таврам Стоя Но Вне зоны Досягаемости Веримо Подраться Такой Суицидальный Немножко Вайпер Вышел И Раста Видим Чувствует Себя Неплохо Имеет Уже Арканцы Ох Посмотри На спирит Брейкера Насколько Плохо Себе Чувствует Раста На его Фоне Да Снежновато Конечно Дается 26 Левел Есть 6 Левел Есть Куда уже Не уходит У нас Раста Этот Псевдо Баш Еще Наверное Пропрет Хотя Бежит Бежит Поджог И бежит Успел Успел Разогнаться Огрмага Забирает 5 0 Проигрывает Командор От За Интернешнл Радиент И чувствует Себя Свободно Хотя По крипам Вот Энигма Кое-как Тут Где-то Держится Но Это Лесные Крипы Вообще Ничто Вышел Против Четверых Без Шансов Абсолютно Мередик Виверну Она Себя Отхилит Ей Несложно Четыре Тысячи Уже Практически Ведут Посмотри На Первый Артефакт Купленный Рубиком В курьере Должен Лететь Мидас Да Вот так вот Фармить Так фармить Мидас На Рубике Ну Блин Ребята Конечно По-моему Я не думаю Что это Серьезное Отношение Скорее Все Ребята Играются Не понимают Что они Хороши Скиллом А может Рубикой Практиковали В роли Керри Но пока 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 Какая-то кошка С мышкой Просто игра Разбег У нас Накидара Мид Ну Что Будет Врезаться В него Вместо Трены Нет Не отреагировал Никак На это Люся Гаглайк Странненько И правда Заплевал И дал Туда Мельфейс И бейте Его Возвращается У нас Професс Налайну Имеется У нее Уже Экзорцизм Ну вот Люся Никак Не отреагировал Но зато Ребята Реденты Отреагировали Очень даже Мы верим Просто На кураже Уже Разваливали Хотя кстати Умрет Подминать Пульсом И Манчестер Должны Забирать Но это Хороший Размер Прищете 10 Но это Отличный Размер Да Полторашечка Сразу Огармага Упала В карман Молоча Гон Даблкил Да Забрал Нет Один Килл Его И один Отмет Так Один Умерев Энигма Зарабатывает 400 Золотых Монет Антимаг 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 Продолжает Формить Восьмая Минута И 21 Крип Это конечно Вообще Очень печально Ничего У него Нету Ушел на другую Линию Уже Ищут Варианты Все равно Ребята Ну это тот Самый известный Антимаг Но пока ТП идет У нас на низ Также идет Разбег Ну сейчас Будет Фисурка Я думаю Должен улетать Хотя бы Да Уже сейчас Надо просто Улетать Отсюда Что же Пожарить Ничего Ну ульта Есть Улучшение А нет Нет ульты У спиритбрейкера Можно и убежать Фисура Не хватает Один И Девятую Нет Не было ульты Ушел из зоны Вежена Но тут ему Просто повезло Ребята Отпустили Мало Впункте Обосновались На Верхней На Изе Линии На своей Наверное Будут пробовать Грызть Тавар Что им еще Остается делать Соперник Должны 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 Ветить Профет Должны Забирать Ее Сейчас Касочки Приязать Ультить Быстрее Ультить В нее Просто Заульти Чего же Ждешь Скучно Блэкхол Сом И Блэкхолом У нас Манчестер Стоит Стан Есть Через секунду Будь Ты гнает Должны Подминать Пульсом Должны Сам Должны Отлично Хороший Размин Это уже Хороший Размин Действительно 1100 Зарабатывают Они Смотри По графикам Чуть Меньше Тысяч Преимуще На прединфарктное Состояние Нигмы На 17 ХП Ушел Люся Годлайк Там Все Плохо Рубик Украл Вайпер Страйк Кстати Не так уж Сложно Украсть Вайпер Страйк У вайпера При учете Что больше Ничего Ни Это как Стан Украсть У Леорика Леорик Дно Как ты мог Стан Отдать Рубику А Тупорылый Леорик Стоит И не может Понять Что ему Делать Он правда Такой ты Что ты знаешь Что ты знаешь О боли Должны забирать Еще раз Профет Залюсю мстить Меледикт Кстати капает И сейчас Очень злая шутка Будет Насчет этой колбы Сыграно С Дез Профет Потому что Меледикт Бил Дэмэджи Первый скил Вайпера Также пробивает Эту колбу Ну Вайпера Кстати По фарму Ну Плохо Мендер Правда Себя плохо Чувствует 31 на 5 Первое место По факту Рубик Я собрал Меку Думаю Сейчас Ребяту Надо Начинать Как-то Поагрессивнее Себя вести Тем более У них Это получается Нужно Наказывать Рубика За Этот Мидас Да и За этот Пик На самом деле Рубика Надо Наказывать Я кстати Смотрю на Рубика Думаю Блин А Рубик Ничего себе Толком И не собрал У него Мидас Там Аркан Бутсы Ну Талисмана Потом Поднимаю Глаза Вверх На Таймер И понимаю Что 11 Минута Всего И Гпм Рубика Гпм Это конечно Не Не может Радовать Но То Что Ребята Не сдались То Что Ребята Ответили У них Был Сколько Там 10 0 Сейчас 11 6 И Гори По графикам И плюс По эксперт 1500 За ребятами Плюс Уже Пошли Под золото А Рубик Не так Пармит Как Антимаг И Все Моем Уважение К Рубик Керри Вообще Ты знаешь Много Рубиков Керри Вот Как минимум Одного Ну и У меня Товарищ Пикал Помнится Рубик Заходил На мид Как-то На каком-то Интернешнл Да Дэнди Второй Интернешнл Он Выиграл Второе место Взял В принципе Все команды На этом Рубик Вспомнить Чудовищные Как раз Оттуда Жил Лос БТБ И прочая Ерунда Да На топе Кстати Проезжу Драк А я сижу И укрепить Сооружение Нажимаю Ты представляешь Я за ребят За ребят Вместо ребят Длив прожимал Минайд пульс Еще дарят Рубику Перед смертью Четыре в ноль Без шансов Абсолютно Плюс Стал Только мы сказали Что ребята Собрались Ребята Перехвали Начинаем Начинаем Что-то делать Какие-то зрители Изи пишут Не знаю Не знаю На антимаг Меня интересует Что-то Муаэма 37 на 6 Крипстат На 14-й минуте И он снова В таверне Хоть и второй раз Всего За игру Но Все-таки Это слишком много Для 13-й минуты Для антимага Ну и пока вообще Не ясно Если Там допустим С магами Понятно Как пробивать жир Чем Дэмэджа у него нет А Как например Быть Спиритбрейкером У которого уже есть Мордик Там 1700 По моему ХП С включенным Мордиком Очень трудная Судьба Ну Наверное У ребят Есть какой-то план У ребят Которые играют За Рэддиан Посмотри Где стоит Леонид У нас Где стоит Шейкер И посмотри На руну Внизу Ай Ей Ей Дэмэдж Что творят Эти парни Как они Заказывают Себе Да Да Инкретно Там Кстати Доктора Убивают В лесу Это делает Соло Абсолютно Спиритбрейкер Ну и на Мидлейне Разваливают Еще и Кидар Не разваливают Кидара Мека Спасает его Ну не то разваливают Ну посмотри Что его Кстати Заплюют у нас В итоге Спиритбрейкера И Спиритбрейкер Должен здесь Должен здесь умирать Сейчас Мордиган Нельзя выключать Поэтому Должен Умирать По-любому Сантимаг Успел Получить Опыт И немного Голды Раз Ты немного Денег Себе Тоже получаешь 16-7 Играть можно 3000 на 15-й минуте Не критично Главное Что Динамика Вниз Графика Это плюс Для нашего коллектива И по экспириенсу Ровненько идут Половолам 2700 на руках У Рубика Что же он купит Блинк Даггер Как мы Предполагали Появление Этого артефакта 15-ая минута Знаешь так 2700 на руках У Рубика Что же он Тупит Где же этот Даггер Что же он так Тупит Купил Купил Ну и теперь Нужно Реализовывать Даггер Я бы вообще На его месте Купил Даггон Но это я До этого парня Недалеко Парень пока Кстати Не сильно Так божит В замесах Но у это Всего Опять же Давление Глобального И доминирования Команды Радиант Личность Не был понятен Не просто Малово Идут Поймая Антимага Сайланс Меднайт Пульс Подножки Больновато Конечно А Эму Здесь Аж кричит Как Монтостайл Просится Но он пока В Баттлфьюри Выходит Заходят На Рошана Ребята Через Экзорцизм Достаточно Быстро Заберут его Ох уж Это колба На Виверне Ну как Шейкер Не очень Сладко Глянь Еще Баш Прошел Б 1 Шейкера Просто Потеряли И танковать Конечно Может Профет Сейчас Все И назад Вернется А Эггут Тоже Ей Дарят Скажи А если Экзорцизм Действует И убивает Профет По-моему Вокруг Ее Вот Этого Креста Продолжают Летать Да Или Духи Нет 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 Если Профет Умирает Духи Разлетают Кстати Мы Не заметили Как Погибла Энигма Практически Под чужим Т2 Спирит Брейкер Ее забрал Не первый раз Уже Не первый раз И в лесу Это было И теперь Еще Кстати В инвизе Профет У нее Есть Юул И сало Есть Свормы Юникорна Будут Кстати Забирать Здесь Сало По нему Задувка И Просто Напросто Осколочные Гранаты Задел Куда Ты Прибежал Скриптрей Каски Пошли На Хай Граун Дезвар Ставить Думать Даже Нечего В принципе Канат Думает А вот Дезвар Кстати По КДД Заплевать Заплюют Его Заплевали Не успевает У нас Энигма Скастовать Блэк Холлоу ХПшный Манчестер Его Идалоны Здесь Должны Поджигать Игнайт Что Где Куда Игнайт Делся Игнайт Так и не был Проюзан Профетку Могут Кстати Хотя бы Эгу Избить Профет Не умирает А зато Забирают Еще и Люсю Гадлайк Вайпер 233 Профет Я так думаю Хочет Собрать Себе Блудстон Антимаг Ульту Дать туда Не достает Не догоняет И не даст Ульту В итоге Потому что Потому что Сейчас даст Кстати Вот это я и ожидал Это шлеп Да Виверна Должна была Умирать И сейчас Должна умирать Круглос Вгрызается И у китары Есть Блэк Холл По двоим Дать Блэк Холл Не успевает Дать Блэк Холл По троим Дает всего лишь Двух героев Отлично Отличная Отличная Игра От Юникорна Всех Всех забрал Но Восемнадцатая Минута И его закуп Конечно Все таки Не радует Ну смотри 2 700 В плюс Уходит Я да Я это вижу О Fight Recap И Отыгрывают Немного Золота Немножко Конечно За Энигма Здесь То ли Выискивал Нужную Позицию Кидара То ли То ли Просто Завтыкал Но был шанс Зацепить сразу Троих И не распыляться На На ту же Дес Профет Просто оставить Ее так Между прочим Чтобы она умерла Под Блэк Холлом И тогда И тогда бы зацепили Еще бы Рубика Самое главное Ребята Огрызнулись Ребята Убили Несмотря на то Что Радиент Ведет в счете Каких-то Прям Как окружают КДД Не уйдет Отсюда Сто процентов И рекорд Надо отдать Фраг Зря Я считаю Не оставили Антимагу Нужно было Ему оставить Все-таки Керри Ему надо Дофармливать Скорее С Вроде Отдавали Кстати Вроде Отдавали Потому что Ничего Никаких Скиллов КД Не было Просто Догорел За счет Игнайта Огрмаг Запулил Стан Нет 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 Посмотри Никакого У него Я сразу же Проверил Не было Стана Он не успел Наверное Так он Догорел За счет Игнайта Я Точно Слышал Этот звук Ну ладно Это по моему Антимага Мановоид Был Хотя Может быть Может быть По трикапе Уже Не посмотрим Юникорна Ловят И Юникорн Здесь Остается Псевдобаш В конце Окуш Этим Баши Да Так Такой псевдобаш Что 40 секунд Не будет Здесь Аэма Ну и 3000 По голде Выигрывает Команда Радиант И 1000 По Экспириенс Достаточно Серьезные Качели Но Все Никак Не могут Сломить В свою Сторону Окончательно РТТИ Парни Бравые Парни Не даются И кстати Угромаган Аганим Ужить Как тебе Такой расклад Аганимы И Арканбукцы Ну наверное Это установка Капитана В принципе Что еще Ему собрать Да В такой По игре Того же Рубика Цеплять Два стана Наверное Очень даже И неплохо Рубик Дороговатый Будет У него Хороший Топовый 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 И так Там Уже Стать И от Рубика По Троим Игрокам Команды RTTI Кидара Ловят Кидара Еще В Савинс До Сих Пор Эхо Слэм Байба Пт Нигма Ну и Пока Что Минус Три Команда Рейдер Плюся Как лайк Настреливает Нужно Убивать Этого Шейкера Забирать Шейкера Забрали Вивер Но Забрали 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 Еще Дес Профит Ну и Трипл Кил Для Огрмага Малый Ушел Только Рубик И Несмотря На Байбэк Ребята Все Таки Подрались В Плюс Полторы Тысячи И пять Тысяч Экспириенс Две Перевес В этом Файте Ну Хорошо В принципе Хорошо Лучше Чем Могло Быть Давай Будем Откровен Самое Главное Это То Что Радиан Зашли Бить Не Здания А Именно Героев Если Бы Они Начали Просто Бить Здания Я Думаю Гораздо Лучше Было У них Все Вышло У АЭМа Остается Восемьсот Восемьсот Копеек Чуть Больше Точнее Семьсот Восемьсот Чуть Больше Семьсот Ну Теперь Уже Восемьсот Копеек Остается До Приобретения Баттлфюри Будет Очень позднее Баттлфюри Потому что И вместе с тем Мне кажется Уже очень Ненужное На самом деле Да Именно так Я Сфарма Не будет Просто Не будет Спейс Крейтинг Как организовать Неясно Линии Выфармливать Не будут А если Еще Не дай бог Команда Радиант Снесет Одну сторону То Баттлфюри Нужен будет Столько Поскольку Еще На десятой Минуте Было Понятно Что Тайминг Не укладывается И нужно Было Пока Там Было Только Одно Кольцо В рюкзаке Нужно Было Что-то Менять Может Быть Тот же Ванглард Да Собрать Или Начать Собирать Какой-то Другой Артефакт Типа Монте Стайл Ну Если Быть Часшим Кстати Энигма Ой Энигма Антимаг Посмотри Насколько Сильно Распыляется По артефактам Приобретает Себе ПТ Покупает Себе Базилку То есть Это все Деньги Это Не Голый Тапок И Баттлфюри На 12-19-й минуте Ну Вообще По норме К 15-й минуте Должен быть Тапок И БФ Это Вообще Изи Ну Говорить Конечно Мы можем Ребята Ребята Там Играют Да И На этой Линии Где Доминировал Рубик Кстати По Крипстату Рубик Держится На втором Месте Топ Но Что Не может Не радовать Это То Что Антимаг И Вайпер Подобрались Наверх Это Хорошо На самом Деле И Что Не может Не радовать Уже Нет Нет Да И Перешагнули Мы За 20 Какую-то Минуту 25 И Уже Почти Бараки Стоят Еще Даже Т2 Стоят И Антимаг Своё-то Заберет И Баттл Фьюри Сейчас Что-то Будет На Мини Я бы Нелестно Их Мести Туда Нужно Отдавать Этот Тавер Т2 Отдать Лиф Провязать Подождать И Высовываться Вообще Даггеру Шейкера И Как Кто-то Огним Себе Принес Вайпер По-моему Рубик 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 И Вот Теперь Вайпер Страйк Беда Беда Рубика Надо Убивать До Хотя Быть До Третьего Вайпер Страйка В Файте Хотя Бы Сейчас Ребятам Надо Подраться Нанизу Так Знаю Что С телепортов Ушли Все Сми Ну Кстати Реквием Здесь Сейчас Встретит Неприятный Достаточно Верно Момент Спиритбрейкер Здесь Ну и Реквием Отправляет Себя В колбу Заплевывает Ну и Юникорд Психует Просто Красавчик Юникорд Не надо Жалеть Этот Ульт Да Никоим Образом ЭКД Ничтожный Вообще 65 Секунд Это Смок Проджимают Ребята Из Радиентов И Под Смоками Ну и Спиритбрейкеров Куда ты Родной Раста Должн Успеть Дать Стан Ну и Раста Просто На Отпехе Есть же Еще Один Стан Инвиз Шадоу Глэк Ушел Да Увидел Увидел И Сейчас Со Смоков Еще Ни Ни Кого Ни Вовремя Уходят Беги Вайпер Беги Да Люся Ран Люся Ран 27 17 Не Умирают И На Этому Спасибо Потому что Перефарм Был И Ну Еще Раз Говорю Уже 27 Минута Т2 Еще Один Стоит Мак Уже С Баттл Фьюри Вот Уже Начал Собирать И Яшу Будет Получал Весь Дэмэдж Под Глиммер Кейпом Небо И Смотрю Бегает Канат На Хэграунде С Произор Глиммер Кейпом Довольно Дэмэграунде 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 Уже Сложно Что-то Против Такого Пуш Потенциала Сделать Нужно Было Собрать Думаю Все Таки Блэдмэйл Этому Толстому Огармагу Пожалуй Что-то Так БКБ Здесь Только-только Спиритбрейкер Появляется Где-где-где Где Где Глиммер Кейп Почему Почему Нет Борс Просто Гуляет Ходит Борс Ну Блин Канат Тут В этой Игре Конечно Меня Расстраивает Честно Говоря Видно Фейлы И они Прям Ну Очевидно Мало Полезного Да Кидара Вот Блэкхол На Хэграунд Учетверым Чтоб Никто Каски Есть Дезвард Есть Дезвард Ставится Реквим Отъезжает Антимаг Литает У нас Ветрах Леонид Прыгает Забирает Дезвард Ульту Просто В Леонида Запульнули Ульту Еще Один Килл От Антимага Потерянная Да Но При этом Нет Страны У ребят Враги Это Конечно Все Здорово Но Не Очень Они Сильные Не Очень Сильные Они Все Таким Ну Нет Артефактов Еще Сейчас У Аэма Кстати Очень близко Монтостай У него Уже На Ultimate Урб Имеется Деньги Люся Люся Гадлайк Дал Дофармить Конечно Добил Энш Это Да Ну и Вайпер Приносит Тебя Аганим У Рубика Ульт Вайпера С Аганимом Уже Давно Дэнг Дэд Профет Собрал Акторин Кор Вместо Будстон Кстати Ни разу не пробовал Собирать Этот Замечательный Артефакт Даха Подает Все Дает Монна Самая Самая Главная Уменьшает Удаун Нацизм Да На четверть И теперь Кулдаун Всего Сто Секунд Сто Восемь Фармят Свои Леса Ребята Рубик Видимо Будет Делать БКБ Фарм Его Немного Остановился Уже Далеко Не топовый Крипстат Юникорн Рискует Рискует У Юникорна Есть Кстати ДД Вот и Блэкхолл Бытачки Дара Но может быть Дождутся Нет Скорее Все Не дожидаются Юникорн Под Дабл Дэмэджем Экзорцизм Его просто Насилует Ну надо Просто Бежать Отсюда Куда Или Подраться Лоу Хэпшный Шейкер Знал Об этом Юникорн А вот И Дезвард Саганим Даже Ты прыгаешь Ну это Наверное Ребята Я с вами Это точно Это точно А вайпер Где у нас Люся Годлайк Умер Да по моему В этом файте Или не присутствовал Люся Годлайк Получил 76 голды Он походу Просто убежал На ноге Да файт Неудачный И файты Видно Ну в какой-то степени Такие беззубые Проходят Еще от несыгранности Очень много Лишних движений Тратится время Во первых Ты дэмэдж Получаешь Во вторых То есть третий Не наносишь Даже Такой знаешь Разброд и шатах Ну Это все И след Тонат нецыпленности Это все Комментируется Сыгранными матчами И практикой Вроде стоят Варды Наших ребят Но Тем не менее В данной ситуации Такой еще не было Что они Как будто бы Не видели Всех Соперником Только сейчас Раздевардели Эту зону Рейдинг Кстати Что там Со спиритбрейкером Почему у него 80 хп всего Такой Танковал стоял Он же стоял Танковал Роху И армлетом Поигрывает здесь Тут Не все просто Ну кстати Антимага сейчас Появится уже В Манта Стайл Появляется У шейкера Очень Какой страшный Артефакт Под названием Вайлл Эскор Будет больно Само Верное решение Вместо того Чтобы Очень долго Фармить себе Аганим Собрать Просто Дискорд Аганим Сам собой Может еще ино Собираться Аганим Да Просто Дискорп Уже Может Насобираться Гораздо быстрее Ну и заметь Никто не бафает товара Товара не стреляют Быстрее Что происходит Так много Об этом говорилось В момент Выхода патча И никто не бафает товара Может быть Кто-то Об этом Забыл Кто-то Кто Например Кто бы Вы думали Кто бы мог Бафать товара Вайпер Конечно Конечно Он же Собрал барабаны Воу Это мои барабаны Мои барабаны Зачем ты стучишь На мои барабаны Тоже сразу Вспомнил Эту песню Аргентина Емейка 5-0 35-20 Какая боль Кстати 33-я минута Смог 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 Кидара Просто Хэлдаунд И не 3 секунды Кулдаун На даггере Куда же ты родной Направился Климер Кейп Наконец-то На Энигму Энигма Прыгает Ловит у нас Рубика Нельзя давать Блэк Холл Потому что Будет печаль Здесь полная Ну и Энигму В соло Здесь Рубик Просто расковыряет Дес Профит Пошла Нажигать ХП у него До хрена Стоит она удачно Но это До времени Антимаг Забирает у нас Дес Профит Сам пытается уйти И вроде бы У него это даже Получится Шейкер его здесь Уже не догоняет Троих потеряли Жив Антимаг Он его Догоняет Сперед Нет 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 Тут не убить его Не убить Хотя четверых Потеряли в итоге Ну здесь ошибка От Кидара была Я не очень понял Не было вижена Просто не было вижена Один раз на хайграунд Сунулись Здесь толпа Сюда сунулись На хайграунд Здесь тоже два человека И там Рубик просто Переконтролил Вообще Немного Слишком много внимания Мне кажется Ваня уделяет Этому Рубику Просто Авторитет Наверное Игрока Может быть Играет свою роль В принципе Можно было Ну нет Нельзя конечно Было давать Блокхол Здесь двоих Было очень быстро Сбили Да еще и забрали бы Но В принципе Дали смог И наверное Надо было Под этим самым Смоком Просто Постоять Подождать Подходящего Соперника Видим Висит Курица Опять смог Ваня Кстати Если не сложно Может чуть-чуть Послабее Сделать усиление Микрофона Я послушал Фонит Немножко Тебя хорошо Слышно Я вроде Отключил Ну сейчас проверю По громкости Проседать не должен У меня не сворачивается Дота О такое было А сегодня было написано Что альтаб Пофиксили Кстати команда РТТА Нижний лайн Немножко подковырял Забирает Антимаг Т1 Внизу Юникорн Здесь Манчестер Ну и как так-то Люся Годлайк Вайперстрайк Вкрипа За Манчестером Побежали Манчестер Лоу Кпшно И нарезают По нему Люся Годлайк Перед Брейкера Им снесли Линию Ну кидара Блэкхолл По двоим Но это просто Подарить Леониду Блэкхолл Да Так и есть Просто Подарок Леониду И антимаг И просто Ограет Блэкхолл Блэкхолл С аганимом Сейчас будет Еще кое-что Забирать Да Я так понимаю Рубик Да Леонид Забирает Дезвард Прыгает На хайграунд И этим Дезвардом Делает Еще Ну и вот он Скилл играть Вот он Рубик Гудгейм Но Вторая игра Я считаю Что удалась У наших ребят Несмотря на то Что они не смогли Ее выиграть Но Достаточно Неплохо Держались Ну и Да Тут конечно Естественно Видно Что не очень Серьезно Отнесли соперники Леонид Вот тот же самое О котором Говори А может быть Наоборот Серьезно Ну По лейту Им выходить Не вариант Был в принципе Дез профит Дез профитом Но антимаг Вайпер Конечно же До Плюс Блэкхол До лейты Жить нельзя было И они на 36 минуте Эту игру Все таки Завершили Антимаг У нас ничего Не выформил Толком Диминация На ранней стадии Дала свой Результат Тут уже Лейт Не лейт Давай наверное Присоединимся К нашим ребятам В скайпе Давай давай Я пока на студию Переключусь Ты Присоединяй Меня и ребят Так ну что друзья У нас сыграна вторая Катка Обе игры Были нашим Коллективом Проиграны Ничего в принципе Страшного в этом нет На это В принципе мы Рассчитывали Коллектив Свежий Поэтому Неудивительно Сейчас я гляну Что у меня там В скайпе И постараюсь Присоединиться Я прям готов Почти не спать Сегодня Неделя Ребята По сути Да Да Привет Ну что Как настроение Найс Шикарно Все Готовы сыграть Еще одну игру Будет у нас Да Готовы еще Три сыграть На самом деле Мы бы провели Разборы Эти фигера Да Вы разбирайте И в рамках тренировки Играйте Единственное Мне хотелось бы От вас Узнать вопросы Ну давай Наверное С Ваней Поговорю Кеп Что не так Конкретно В обеих играх Было явно Видно Что То что мы тренируем У нас До сих пор Не очень хорошо Получается Поэтому мы тренируемся Больше Будем тренироваться И делать больше То есть Те вещи Которые у нас Получаются Почему-то На тренировках В лобби Когда мы заходим сюда Игроки У игроков Попадает Какое-то Не знаю Пропадают деньги В игре Ощущения Те артефакты Которые выносятся Быстро Вообще Без проблем В игре Не появляются Да Тайминги Есть Как проблема Точно есть Мы с вами Обращали внимание Тайминги И правда Ну в этих Двух матчах Роман С другой стороны Воздавили С первой секунды И Конечно Тайминги Запоздали Ну и В некоторых Моментах Чувствуется Ну это Опять же Мое личное мнение В частности С Баттлфьюри На антимаге В этом В этой игре Наверное Можно было бы Мы с вами обсуждали Что можно было бы Перестроиться ВФ Не суть как важен Когда в тайминг Так сильно не укладывались Есть ли у кого Такое У вас видение Видение В принципе Есть Но По нашему плану Антимага Должен был появиться Баттлфьюри Рано или поздно В принципе Мы подстроили наш пик Игру так Чтобы Враги были Мало мобильны То есть И герои были Как можно менее Мобильными И для антимага Создавать максимальное Количество пространства Пространство мы реализовать Не смогли Это Точно так же Как и создать То есть Там где мы его создавали Там враги шли И шли дальше То есть Вы по-любому Шли на Реализацию Своего пика В лейб То есть Антимаг должен был В итоге Затащить Ну Задумка была Ну да Задумка В основном была В том Чтобы Макза Затащил Понятно Ну Кстати Вот этот парень Леонид Ваня рассказал Вкратце Который Хорошо Скилловой И Этот Рубик Керри Это все Конечно Интересно Полезно Но Скилл Особенно Не прослеживался Видно Что хорошо Фармил Человек А потом Конечно Надо отдать Ему должное Вы наверное Видели Когда поймали Ваню Забрали Блэкхол Мы отдавали Эти Блэкхолы В первый Блэкхол Не получилось Потому что Дота 2 Реборн У меня была Задумка В том Что я Кастаю Блэкхол Одну секунду И потом Нажимаю Слоринг Слоринг У меня На бинг Не нажался То есть Произошел Дота 2 Реборн То есть Я через Слоринг Должен был Кастануть Малифейс И в итоге Как только Потому что Я уже до этого В момента Видел Рубика Бегущего В миде Радостного О там Блэкхол Надо забрать То есть Если бы у меня Была возможность Сразу выбросить Этот Блэкхол Он бы забрал Малифейс И было бы Чуть лучше Вот Ну Да Пожалуй Да Пожалуй Так Но в итоге Конечно Получилось Не очень приятно И Блэкхол Блэкхол Был вкатсован Как раз Юникорн Подлетел Теперь есть Что обсудить Да Конечно Ну и классно Конечно Рубик Сразу же Моментальный Дезвард После Блэкхола Краденый Ну и Канат Порадовал Когда за место Шли на лоуграунде И смотрю на хг Мы с вами Обращали внимание Да Ох уж эти Климеркейпы Климеркейпы Канат в Климеркейпе Разгуливает Один раз Второй Так ему нравится Это все Конечно Выглядело забавно Ну понятно Что это от Переживания От того что Вы играли не свою игру Вы уже играли Под диктовку Соперников Было это видно Если в понедельник Вы навязывали свою игру И реализовывали Там без шансов Для соперника Здесь Хороший соперник Сильный Вас придавил Пришлось подстраиваться Под то что имели На тот момент Ну в любом случае Спасибо Огромное Интересно было наблюдать Соперник правда сильный Соперники Интересные Думаю что на будущее Есть смысл таких Подбирать почаще Все ребят Вам Хороших разборов полетов Удачных Все Я со всеми тогда спешусь Поговорю И уже Обсудим все Завтра Все Вам еще раз спасибо Удачи И хорошие Правда были игры Видно что все старались Хорошо Давайте пока Счастливо Счастливо Ну что ребят Теперь ребята Уже вы ребята Сейчас я переключусь Кое куда Матчи сыграны Матчи сыграны Матчи сыграны Что то я Расстегнул Матчи сыграны были Видно что команды Старались Укомплектованные И вроде бы хорошо И скилл есть Какой то Но когда соперник Посерьезней Где требуется Больше концентрации Больше сыгранности Больше верных решений Или хотя бы процент Верных решений Повыше Здесь Коллектив дает сбой Ну это и не удивительно Всего лишь второй Отчетный день Поэтому Впереди их еще много-много Так что Будем смотреть Тем интереснее будет И проще Наблюдать нам прогресс Все ребят Не забываем подписываться Всем огромное спасибо Кто До конца Был в этом выпуске Не забывайте подписываться На наш канал Ютуб Группа Вконтакте Твич канал Конечно же Ну и услышимся мы уже Когда Слышимся мы с вами Уже в пятницу В пятницу Ориентировочно Это будет 19.00 На нашем же канале Все Всем огромное спасибо И Собственно все До свидания Пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...